Привет! С вами 432-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий сам по себе Банди Макеев, адептка древних технологий Полина Гуртовая и не только менеджер Алексей Симоненко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедший универ. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусть, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня расскажем про свежие видео, которые появились с конференцией и всяких лайвов, CSS Day, лайвы, доки и вообще всяческий позор, когда люди лайв входят в интернете, на это интересно посмотреть. Есть там Safari Technology Preview свеженький, там новостей мало, зато Apple классно флексит про то, насколько он делает классный приватный браузер Safari, и мы поговорим про то, что классного они сделали за все эти годы, и они даже в одном месте критикуют Google за TopX API. Тоже, в общем, горячо и интересно. Мы, наконец-то, сможем анимировать высоту автоматическую и попытаемся разобраться, что такое интризик и экстринзинг. В общем, надеюсь, станет понятнее. И CSS, наконец-то, нам разрешает делать все те вещи, которые долгие годы было нельзя. Теперь можно будет копипастить SVG в интернете, и мы поймем, скучали мы по этому или не скучали, и насколько это важно вообще современным разработчикам. Notion пытается себя ускорить, потому что нельзя быть таким медленным, и в этот раз SQL, WASM, и действительно стало быстрее. SQLite появляется не только в WASM, в Notion еще Node его пытается затащить. Разберемся, это на хайпе, или это действительно все нужно, или, может быть, просто баново провоцирует сделать хорошо. Очередная длительная проблема в вебе со шифтами, когда шифт слишком тяжелый для азиатских письменностей и иероглифов. Возможно, у нас есть третья версия спеки, которая все это наконец-то решит, предыдущие две просто выбросили. Ну и в конце поговорим про результаты опроса State of React прошлогоднего. Там, конечно, выборка не очень хорошая, но всегда полезно знать, как сообщество относится к React, какие фичи использует и чего от него ждет. И в конце ответим на наш вопрос. Мне кажется, я вам рассказывал про конференцию CSS Day, которая у нас была где-то в мае, и я там встретил много очень хороших людей, в частности, знакомых вам тоже. И конференция действительно была офигительная. И есть плейлист на YouTube CSS Day Compilation, и там, собственно, есть все доклады. Там есть нюансик, что две трети из этих докладов помечены как Members Only, и вы можете, если вы очень хотите заплатить и получить доступ ко всему, но они потихоньку эти видео открывают, и уже открылось раз, два, три, четыре видео. В частности, из них я страшно рекомендую доклад Рэйчел Эндрю про layout и reading order. Я потом Рэйчел поймал на следующий день у стойки гугловской на CSS Day, и мы долго-долго трепались про, собственно, reading order, про мультиколонки, всякое такое. Было очень интересно, потому что куча вопросов возникает. Так что доклад огненный. Ну и, собственно, да, доклад Юлии Меоцен, нашей соведущей, которая сегодня отдыхает. И, собственно, этот доклад довольно-таки мощный был на конференции. Она там, собственно, создает трехмерного персонажа, бегущего. В общем, это нужно видеть. Да, я смотрела, и доклад действительно потрясающий. Мне, ну, зная доклады Юлии, что у нее всегда все такое вот очень классное, замечательное, надо только сказать вау-вау, меня удивило, насколько продуманно и структурированно это все было, потому что Юля в своем докладе она не только рассказывает о том, ну вот, можно при помощи CSS сделать вот такую вот штуку. Она прямо объясняет, что, по сути, она, ну, как на коленке изобрела свой 3D-рендеринг-движок, потому что у нее есть история про свет. Вот она выбирала, как там правильно должен упасть свет. Дальше у нее есть очень классная история про группировку, что если у тебя персонаж, ну, у него есть ручки и ножки, и, соответственно, если ты начнешь отдельно двигать одну половинку ручки, а другую в другую, еще в разные стороны, ну, будет странно. Вот. И то, как это все вместе сочетается с собой, и то, как из простых плоских форм ты строишь сначала 3D-шку, а потом, как из этих 3D-шных форм ты строишь настоящего персонажа, меня прям восхитило все это дело. Это очень интересно, и это действительно познавательно, потому что в процессе ты смотришь такой классный, интерактивный, интересный, логичный контент, плюс еще выписываешь себе свои любимые со свойств, про которые, не знаешь, там, призер в 3D, там, как вот у тебя клепас, правильно клепасить, и вот эти вот штуки. Но ты же недавно сама чему-то научилась новому в похожем формате, да? Я бы назвала это публичным позором, но в целом, да, я действительно старалась. Мы буквально в четверг вместе с Никитой Дубко и Докой решили сделать небольшой лайв. Наши лайвы... И это был лайвкодинг. Наш лайвкодинг мы предпочитаем делать в таком формате. Мы берем кого-то, кто не очень хорошо разбирается в технологии, которая будет использоваться, и заставляем его лайвкодить. А в качестве примера мы взяли CodeRun и Никитину подборку про рисуем на CSS. Дальше мне нужно было, собственно, как экспериментировали на мне, то есть я была котиком, и, соответственно, моя задача была нарисовать на CSS всякие штуки. Это было интересно и весьма-весьма больно. Например, там была... Ну, я от Юли весьма далека. Максимум, на что меня хватило, это сердечко. Вот, сердечко я смогла нарисовать, но я рисовала сердечко тоже клепасом, и я еще вот увидела в Юлином докладе клепас, ну, вот это вот как раз будет мое замечательное решение. Вот, на самом деле, очень прикольные задачи. Там мы немножечко похулеварили на тему того, стоит ли называть эту подборкой про CSS, потому что Алена, соответственно, редактора разделов HTML и CSS, она была чуть-чуть недовольна тем, что, ну, немного сложно решать некоторые задачи из этого раздела, потому что для того, чтобы их решить, необходимо просто написать JavaScript, который сгенерирует тебе CSS. Вот, это не задача на CSS. Но, тем не менее, очень-очень весело и интересно. Я порисовала на CSS, там мне хватило только на четыре задачи в онлайне, но в оффлайне я потом дорисовала все. Вот, и, соответственно, советую всем попробовать. Но, правда, это требует некого терпения. Но результат себя оправдывает. Мы, на самом деле, с Юлей год назад, почти ровно год назад, чуть больше лайфкодили тоже у меня на YouTube-канале. Птички на CSS, собственно, птичку рисовали. И, да, я тоже там... Было страшно унизительно для меня, который какие-то вещи специфические для рисования на CSS, конечно же, не знает, потому что никогда особо не рисовал на CSS. То есть, а вот Юля в процессе меня чему-то там учила. Так что довольно было интересно, если не смотрели, там, два часа моего позора. Ну, в общем, я советую рисовать на CSS, потому что это, во-первых, позволит узнать некоторые CSS-свойства, про которые вы, возможно, никогда и не думали, и не знали, и вообще никогда не использовали. Вот. А потом внезапно окажется, что эти CSS-свойства очень даже хорошо ложатся на ваши рабочие задачи. И что вот не надо вам перстать там на странных девах, а вы можете использовать что-то более классное, модное, современное и подходящее под ваш кейс. В общем, смотрите видео с CSS-сд, которые уже доступны. Как только будут появляться новые, может быть, будем еще вкидывать. А так-то, в общем, добавьте себе на YouTube библиотеку CSS-сд и этот плейлист. Я думаю, у вас будет приятный сюрприз периодически появляться, когда они будут открывать это все. По-моему, они раз в неделю что-то новое открывают. Ну и смотрите все эти там лайвы, которые у нас были, и Юлин доклад отдельно. Ладно, давайте поговорим еще про браузеры. У нас сегодня есть немножко, ну, конечно же, Technology Preview свеженький, но в основном Apple, конечно же, flexed, как у них приватный браузер. Да, вышел 199-й Technology Preview. Небольшой релиз. Добавили буквально несколько фичей. Во-первых, добавили для Uint 8 Array два метода, это 2B64 и 2Hex, ну, для того, чтобы конвертировать из одного формата в другой. Думаю, полезно, пускай будет. И добавили для медиавыражения, по-моему, в котором вы можете наследоваться от предпочтения пользователя в контрастности, значение custom, это пользовательский выбор, да. По-моему, пользователь говорит, что у него уже настроено в системе, как он предпочитает работать с контрастом, какие у него цветовые предпочтения, и тогда, по идее, сайт должен это все наследовать, если я правильно понимаю. И на самом деле это все, все остальное, это просто обычные наши бэкфиксы. Technology Preview релизится раз в две недели, сейчас у них такой вот, знаете, период спокойный, когда они ждут релиза 18-го Safari и потихонечку тюнят браузер. К чему-то они там готовятся, загружая столько графических фич, потому что вот ты первое, то, что ты упоминал про возможность сконвертить массив, это про цвета, то есть типа у тебя есть цвета, и ты можешь их там в картинку B64 шустренько превратить. Возможно, скоро будут какие-нибудь адванс-картинки. Ну, нужно делать, не знаю, веб-кит-руморс делать, чтобы там разбирать всех коммиты в репозитории и пытаться догадаться, какую веб-фич они выпустят следующую. Ну, да. Видишь, Apple-то там дает такую возможность. Все остальные прямо пишут. Мы делаем то и то. Ждите. Да-да-да. Окей. И да, мы на прошлой неделе говорили о том, что Mozilla выкатила фичи для того, чтобы работать с приватностью и с рекламодателями. И как будто бы на этом фоне, ну, я не знаю, как еще это можно интерпретировать, потому что в один момент времени разные браузеры что-то такое рассказывают. ребята из веб-кита решили рассказать, что у них вообще с приватностью внутри Safari происходит, потому что фичи-то разные выкатываются давно и постоянно от релиза к релизу. Но вот тот самый первый большой пост, они как раз напоминают о нем, он был в 2005 году, когда они рассказали о том, что, ребят, у нас есть инициатива, private browsing, и вот что мы сделаем. И кажется, что ребята решили собрать все, что они сделали после этого, назвали это private browsing 2.0, и суммировали там все последние внедрения, которые они там в версию 17, например, добавили. Ну, они не только суммировали, они еще по пути потоптались немножко на хроме, но об этом дальше поговорим. Да-да, это ближе к концу, понятное дело. Ну да, но самое главное, что они напомнили свой основной тезис, с которым они выходили, и про который я часто тоже вам напоминаю, что вообще команда WebKita считает, что их отличие, возможно, может быть, не сильное отличие от всех браузеров, но вот сформулированное четко, что они хотят, чтобы пользователь, который пользуется интернетом, его не могли отслеживать без его знания об этом. Все, четко, ничего лишнего. Хотите отслеживать, скажите мне об этом. Что вы меня отслеживаете. Дайте мне возможность от этого отписаться. А так вот никаких вот этих вот хитрых где-то там в фоне отслеживаний, пожалуйста, в мою смену. Так говорят ребята из WebKita. И все последнее время они, на самом деле, потихонечку пилили фичи, которые позволяют Safari поддерживать эту идею. Что они рассказали? Да, они зарелизили 17-й Safari, мы с вами помним, еще в прошлом году, и вместе с ним добавили, и там некоторыми минорными релизами, много-много разных фич. Во-первых, они добавили Link Tracking Protection. Да, это история, которую... Ну, вы видели, наверное, уруи, в которых передаются много параметров всяких разных, в том числе UTM-параметров, других всяких трекинг-параметров, которые позволяют сайту отслеживать переход из совершенно разных сайтов. Да, не в рамках одного оригина, а в рамках там всего веба. Да, вы переходите из Твиттера, например, на сайт Вадима, и у него там поставляются UTM-кампейны, UTM-термы, и Вадим знает, что ага, вот эти вот ребята с этого поста перешли к нему на сайт. Ну, знали бы, если бы Вадим это делал, но Вадим это не делает. А другие ребята делают. И Link Tracking Protection, он делает очень простую вещь. Он просто вырезает все параметры, которые позволяют кросс-сайт трекать. Просто вырезают из урла. То есть они даже не попадают в... То есть они вырезают... Браузер вырезает до того, как он передается вообще в нетворк. То есть по этому урлу не переходит. При этом это делается на основе как их предположений, да, какие параметры правильные, какие неправильные. То есть они здесь могут, конечно, ошибаться. Есть такое. Но они стараются быть максимально мягкими. То есть они даже... Если у вас просто есть query-параметр campaign, это не значит, что он будет вырезан по умолчанию. Есть просто, во-первых, набор параметров общеизвестных. Там, например, UTM-ы и какие-то еще такие же. А над всеми остальными они пытаются своими собственными какими-то гипотезами, да, вырезать это все. Ну, вообще фича очень рисковая. Я как разработчик немного испугана, потому что у нас есть очень много логики, которая, например, полагается на query-параметры. Если они начнутся в роддомные моменты вырезаться, наверное, это будет не самое лучшее, что может с нами произойти. И мне кажется, очень много ресурсов, которые полагаются именно на это, включая трекинговые UTM-ы. Потому что для многих приложений, если у вас есть анонимный пользователь, и вы хотите его трекать, и на этот трекинг завязана какая-то там прям хитрая затейливая логика, вот это все мгновенно разломается. Интересно, насколько это заимпактит большие приложения индустрии, конечно. Ну, во-первых, это уже год работает. То есть если за год никто не кричал о том, что вы сломали мой сайт, значит, все в порядке. Ну, я так предполагаю. А во-вторых, важный момент это то, что вот ты говоришь, если мы на query-параметрах добавляем какое-то, я не знаю, изменение интерфейса и так далее, и так далее, ну, без этого параметра у тебя же в дефолтный интерфейс уйдет. То есть все будет в порядке. Я, на самом деле, уже давно пользуюсь такой программкой, которая сидит у меня в MacOS в меню-баре, называется VELGE. Синдра его написала или кто там? Да-да-да. Чувак, который все написал. Да-да-да. Я тоже его помню. Я тоже ее поставил. Потом я понял, как она работает, и удалил. Я не хотел... Даже если я доверяю этому разработчику, я бы не хотел проксировать абсолютно все, что я открываю у себя в браузере, через него. Ты же понимаешь, да, что ты весь трафик через него отправляешь. Да-да-да, я понимаю. Я чего хотел сказать, что там есть настройка, которая, собственно, тоже удаляет все URL-параметры. То есть, если открываешь ссылку, она уже открывается в браузере без этого URL-параметра. Но когда она переходит между разными, не внутри браузера, когда ты, не знаю, из Телеграма кликаешь, и ссылка открывается в браузере, она открывается уже без трекин-параметра. Плюс, когда ты копируешь эту ссылку, она попадает в буфер обмена, она тоже стрипывается от этих URL-параметров. А в отличие от Леши, я как-то не так сильно боюсь. Видимо, вот этого синдры на middle-атаке, в принципе, мне нормально. Я просто, ты же понимаешь, я человек, который чем меньше людей между браузером и сайтом находится, а там и так, знаешь, полно людей. Просто отдельная, огромная группа людей из разных мест, которые смотрят мой трафик. Да, и вот к чему я хотел сказать, что классно, что это есть в Safari, но учитывая, сколько нативных приложений мы используем на десктопе и на мобилках и так далее, это все, конечно, нужно иметь на уровне операционной системы, чтобы все эти штуки действительно обрезались и убирались. Потому что, ну, мы слишком много всего кликаем, и приложения у нас, у них есть возможность. Ну, то есть ссылки, оказывается, не только внутри браузера. Мы это должны понимать. Так что это хорошо в целом. Ну, и более того, условно, когда я копирую ссылку «Пошарить» в Инстаграме, я руками убираю у нее и параметры трекинга. Когда я копирую ссылку «Пошарить», там, не знаю, в Spotify, я убираю руками этот параметр. У меня просто привычка, я даже не думаю. У меня мозг сразу парсит, я такой «тык-тык-к» убрал. Я сразу понимаю, где там значимая часть ссылки, а где дополнительная часть ссылки. Но это я. Было бы классно, чтобы это было автоматизировано. Вот, еще добавлю, потому что это не все, что они сделали. На самом деле они сделали, на мой взгляд, тоже важную вещь. И она, мне кажется, более важная, чем просто вырезать UTM-параметры. Они для всех third-party скриптов, не твоих, не same-origin скриптов, а для third-party скриптов, для всех объектов, которые отдают URL твой, то есть location search, location href, документ URL, они вырезают вообще все query-параметры. Никаких фрагментов. Только полный URL. Ну, потому что ты же third-party. Что ты тут, что ты хочешь про меня узнать такое? Ты хочешь сказать, что ты, типа, как это, мой интерфейс перестраиваешь из third-party части? Ну, нет, наверное. Интересно, это работает на history push и вот это все. Типа, клиентский роутинг может спать спокойно или он тоже под угрозой? Не, я думаю, там все окей. Но самая важная вещь, про которую отдельным блоком ребята из WebKit рассказали, которая вот должна успокоить вообще все, что они делают, весь как-то магию, которую они пытаются для privacy сделать, они прекрасно понимают, что работа с приватностью, она может нести проблемы, да, она может ломать сайты. И они не хотят ломать сайты. Они прекрасно это понимают. Они ищут вот этот баланс, который как бы будет позволять держать пользователя в безопасности с точки зрения privacy и не ломать сайты. Поэтому у них есть в самом-самом-самом последнем месте, в самом последнем варианте, они тебе дают возможность открыть сайт, перезагрузить сайт, как у них называется, Reload Reducing Privacy Protections. То есть если у тебя сайт прям сломался и браузер это видит, он тебе даст возможность перезагрузить его с уменьшением вот этой вот защиты тебя от... защиты твоей privacy. И он это сделает, он это не запомнит как браузер, да, он это сделает на один раз, на один сайт, и дальше отпустит тебя в свой есть. Было бы круто иметь какой-то тулинг, который будет позволять тебе насколько... увидеть, насколько твой сайт сломан в связи с этими вещами. Ну, я очень сомневаюсь, что это вообще возможно, потому что все это подразумевает переходы, и для того, чтобы такой тулинг реализовать, тебе надо разрулить все свои переходы. Но, наверное, было бы очень полезно что-то подобное иметь, чтобы иметь как минимум какой-то high-level picture, насколько будет больно твоим пользователям в приватном режиме. Ну, я специально тут топлю за то, чтобы вы думали о разработчиках, ну, точнее, как я думаю, что все думают о разработчиках. Вот, но несмотря на это, мне кажется, что так-то инициатива очень хорошая. Что еще сделали? Еще они в 17-м Safari улучшили, ну, не улучшили, а на самом деле добавили блокировку на уровне нетворкинга всех известных трекеров. То есть, если у тебя есть какой-то контент-трекер, то ты, скорее всего, получишь в консоль себе информацию на своем сайте, блокит-коннекшн, но он трекер и название трекера, и он не получит никакого доступа к тебе. Этим, в принципе, занимались расширения. Я думаю, вы сами себе похожие ставили. Этим занимались Firewall, например, Little Snitch, если вы ставите, да, и там подключаете отдельные правила, которые убивают все трекеры, то у вас это и так на уровне системы все происходило. Но на уровне браузера это тоже хорошо, да, это расширяет количество пользователей, которые будут защищены от известных трекеров. И как они это делают, да? Блин, ты сегодня будешь задавать, видимо, вопроса, как? А как они это делают, да? Они это не сами придумывают, они смотрят на известных больших игроков, которые собирают базы трекеров. Это, например, DuckDuckGo и EasyPrivacy, еще EasyList, да, по-моему. Точнее, EasyPrivacy набор фильтров из EasyList, или наоборот. Короче, кто-то из них лист, а кто-то из них провайдер. И знаешь, что они делают? Они не просто смотрят в этих провайдеров, а они блокируют трекер только в том случае, если оба этих провайдера подтверждают, что это трекер. То есть, если только один из них, они такие, ладно, окей, мы оставляем. Но если оба подтверждают, то все, ребят, никакого трекера, пожалуйста, в мою смену, опять же. Вот. Ну, тоже вроде как логичные вещи. Хочется такое получать во всех браузерах. И, ну, вы же ставите вот какие-то такие вещи сами у себя в браузерах через расширение. Там, например, в Mozilla, в Chrome. Это же тоже возможно. Да не особо. К сожалению, я много раз видела ситуации, когда пытаются это обойти, и способ обхода, он довольно примитивный. Ты просто начинаешь роутить весь трафик на сервак свой, а твой сервер уже там сходит куда надо. К сожалению, несмотря на то, что степень защиты весьма высокая, но вот здесь вот ничего с этим уже не сделаешь. Да, поэтому в Safari добавили блокировку таких способов обхода. Это когда ты привязываешь свой домен через си-нейм запись на другой домен, как раз таки, чтобы защититься от таких хитрых чуваков, Полин, про которых ты рассказываешь. Поэтому и в этом месте они это все прекрасно знают и тоже это блочат. Ха-ха, шах и ма, Полин. Плак, плак, плак. Вот. Что еще? Ну, понятное дело, они улучшают, это, ну, вы знаете, да, что один из способов вас как-то трекать, это фингерпринтить, и фингерпринтинг происходит по множеству параметров, в том числе по нетворкингу и по IP-адресу вашему и так далее, и так далее. И они вот за последнее время тоже много всего сделали. Во-первых, они пользуются, стараются пользоваться encrypted DNS, да, то есть это DNS, который DNS overrushed TPS, да, это чтобы, ну, потому что DNS открытый, то есть что через, вы когда запрашиваете сайт, надо узнать, что за IP-адрес по этому домену существует, ну, какой IP-адрес у этого домена, чтобы пойти к этому, на сервер пойти браузеру. Но чтобы это узнать, браузер ходит в DNS. DNS полностью открытый, публичный, и его можно любой там провайдер трекает, откуда вы и куда ходите и на какой сайт. Это плохо, поэтому если эту часть убрать, зашифровать, заэнкриптить, то уже будет лучше. Ну, тебе все равно нужно через какого-то провайдера идти через DNS. Я понимаю, что он будет зашифрованный, но какая-то информация все равно будет от тебя утекать туда, типа, откуда ты сделал запрос, как часто ты делаешь запросы от этого адреса. Ну, вот, то есть это не идеальное решение, но зато, мне кажется, оно больше защищает даже не от твою приватность, в смысле, с точки зрения, что ты запросил где-то информацию про DNS, а что посередине кто-то сидит и слушает, на какие сайты ты ходишь. Куда именно ты ходишь. Да, это убирает. Да, 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 да. То есть вот конечный провайдер, несмотря на то, что он получает какую-то информацию про тебя, все-таки из-за твоих запросов. Ну, то есть, условно говоря, какой бы у тебя супер зашифрованный трафик ни был... Есть точка входа всегда. Да. Да. Даже если ты пользуешься VPN, и все у тебя зашифровано, и DNS зашифровано, у тебя есть точка входа. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Типа точка входа, а дальше неизвестный черный ящик и точка выхода. Ну, может быть, неплохо. Ну, то есть, допустим, Firefox пару лет назад включил вот этот DNS over HTTPS по дефолту, были эксперименты, и вот у меня там в настройках есть возможность выбрать провайдер, который будет ходить в DNS, или даже указать в своего кастомного, если я кому-то там не доверяю. Также для того, чтобы избегать вот этого фингерпринтинга, вообще вот эта фича уже работает не везде. Она работает, если у вас есть iCloud+, то есть это для сабскрайберов, и если у вас в вашем регионе поддерживается iCloud private relay, он не везде поддерживается, в России он не поддерживается, насколько я знаю. Вот, но он там в остальных местах, где он работает, он вам добавляет такое неплохое улучшение для приватного браузинга. Есть же в Safari тоже режим приватности, да, вы можете открывать там сайты, и это не тот режим, который incognito называется в хроме, где они прям чекают, трекают вас по-всячески даже, куда вы кликаете. Это не он, это совершенно другой режим. И тут они, опять же, если у вас есть iCloud+, они там буквально каждый таб ваш запрашивается как будто бы из другой совершенно локации, из другого нетворкинга. Вообще для каждого таба создается своя собственная новая сессия, которая все подменяет. У вас geolocation тоже полностью privacy, то есть она вообще не чекает вас, она только отдает вашу общую зону, опять же, неважно, где вы сидите. Как бы вроде неплохо. Что еще сделали? Еще сделали, что как работает расширение в приватном браузинге, потому что это тоже была проблема. У вас есть, например, расширение, которые у вас в браузере стоят, которые, например, имеют доступ к, ну, например, к информации о веб-сайте, ну, например, которые на веб-сайте что-то делают, будет изменяют, да, контент, например, или еще что-то, и которые могут читать историю браузерную. Большое количество расширений таких. И когда они у вас стоят, вы заходите в приватный режим, и эти же расширения никуда не деваются. Они тоже как бы стоят, и это проблема. Поэтому ребята в 17-м в Safari сделали так, что любые расширения, которые имеют доступ к данным сайта или к истории браузера, они выключаются по умолчанию в приватном режиме. Вы, если хотите, если вы уверены, вы можете обратно включить и использовать его. Ну, тоже, опять же, нормальная тема, мне кажется. Вообще, с расширением надо тоже что-то делать, потому что они слишком много имеют доступа. Они, конечно, требуют от пользователя действия, да, чаще всего какого-то, но... Не, ну Safari уже, как бы так помягче сказать, очень сильно ограничила возможность писать расширение 100 баксов в год и ограниченное количество IP и все-все-все остальное. Так что я не знаю, куда уж дальше ограничивать. На самом деле у расширения есть риск в обратную сторону. Мало того, что он может обидеть вас, но на самом деле вы тоже можете обидеть при помощи расширения какой-нибудь веб-сайт. Очень популярная история, когда вы пишете краулинговое расширение, которое, например, возьмет и выкачет весь Инстаграм. И в целом Инстаграм от этого никак защититься не может, потому что, ну, камон, это же ваш пользователь. Вот вы пришли туда, значит, по страничкам ходите. Поэтому здесь, ну, я не скажу, что расширение это плохо. Очень весь куча расширений, которые делают мою жизнь значительно легче. Вот. Но, соответственно, в обе стороны это, к сожалению, работает. Не, мне кажется, расширения, они... Это такая важная часть веба, которая все-таки, несмотря на то, что и компании, и отдельные там приложения, сайты пытаются сохранить, засунуть тебя внутрь своей экосистемы, не выпускать, ссылки не открывать снаружи, там, типа, блокировать что-то, не разрешать, прятать. Ты открываешь десктопный браузер, ты включаешь свое расширение, и все, ты делаешь все, что хочешь. Это все еще какой-то кусочек свободы в вебе, который, мне кажется, очень важно сохранить. И я рад, что у нас эта система расширения все-таки есть. Я иногда думаю, а кто этим, кто им пользуется? Это же нужно пойти, поставить, разобраться. Вроде бы рисково, потому что ставишь какого-то непонятного человека, который может инжектировать скрипты в любой сайт, включая твои банковские все приложения. Сомнительно, да? Но мощь такая и свобода такая остается. Вот там, не знаю, забрать свои данные Инстаграма. Инстаграм позволит тебе как-нибудь просто и явно выкачать? Нет. А я все равно это сделаю, потому что у меня расширение в браузере есть. Ну, вообще, ты можешь по опишке просто подключиться и написать скрипт, который выкачивает. Что, нет? Не можешь по опишке подключиться к Инстаграму? Нет, ты... Ну, да, потому что, как бы, когда у тебя есть веб-страница с зарендеренным всем, ты из нее можешь подергать некоторых вещей, которые будут генерить тебе, будут генериться опишкой, и ты не сможешь, скорее всего, из-за того, что опишка-то защищена, правильным образом подобрать нужные штуки. Да, да, да. Опишки отдают фотографии в меньшем качестве, какие-то данные не отдают, какой-то лимитрейт есть, еще что-то такое. Ну, то есть, во всех опишках, с которыми я когда-либо работал, я постоянно упирался в ограничения, потому что они не хотят отдавать полный доступ, потому что они уже сами имеют. Они отдают только то, что хотят тебе отдать. Фотографию, не знаю, в пережатом JPEG, а не в оригинальном качестве или там в полноценном качестве, которое мне показывают себя на сайте. То есть, так всегда бывает. Но это другая отдельная тема. Да, ну, идея в том, что экстеншены дают тебе доступ к приватному API, которое условно выполняется на сервере, а результаты, ну, точнее, к результату выполнения этого API. Например, вот у меня был какой-то случай с eBay, где у тебя просто нет API, который выздает тебе нужные данные, но ты можешь написать экстеншен, который выдернет там нужные айдишники и поставит их куда надо. Поэтому это полезная вещь, и некоторые инструменты вообще в принципе не могут работать без экстеншенов. Например, я не знаю, раньше был очень популярен метамаск, это такая блокчейновая штука. Вот, и в принципе метамаск без экстеншенов работать не будет. Ну, хорошо, ладно, про расширение я понял, давайте дальше двигаться. Также ребята рассказали о том, что они улучшили систему защиты от фингерпринтинга, и вот здесь вот им, не знаю, на мой взгляд, большой плюс, потому что хорошо бы они категоризировали все способы фингерпринтинга специально для вас, чтобы вы лучше понимали, насколько вы не защищены прямо сейчас. Вообще, откуда фингерпринтинг пошел, я не напоминаю, да, как раз из-за того, что кросс-сайт-куки начали все браузеры запрещать, все трекеры, они переключили с треканья по кросс-сайт-кукам на фингерпринтинг вас. По сути, они заменили куку, которая четко говорит «ты — это ты» сквозь весь интернет, тем, что они просто фингерпринтят вас на одном сайте, и этот слепок, которым они говорят, вот этот слепок — это ты, они его же подтверждают на других сайтах. Тем самым, как бы, точно так же, идентифицируя вас сквозь весь интернет. И чтобы вы понимали, как это происходит, вот они выделили пять категорий. Во-первых, фингерпринтинг по вашему устройству, то есть буквально, если есть возможность узнать, что за устройство, на котором вы сидите, то есть что за устройство, которым вы пользуетесь. Помните, да, про вот эту историю в прошлом подкасте, по-моему, или позапрошлом подкасте обсуждали, что из хрома можно было вытащить ваш CPU, вашу видеокарточку и все остальное. Вот оно, да, это помогает идентифицировать ваше устройство. Ваша операционная система, ваш браузер, версия браузера и все вот это вот в совокупности как бы дает возможность сказать, что вы — это вы. Кстати говоря, в том числе даже настройки ваши, которые вы в браузере используете, если их можно каким-то образом вытащить, то есть есть какие-то API, Web API. Почему мы вот говорим, что нельзя в Web API вытаскивать все? Это в том числе нарушает privacy, потому что по этому набору знаний о вас, о вашем браузере, можно вас фингерпринтить. Но чем больше API, тем больше, как говорят, fingerprint surface увеличивается, то есть поверхность увеличивается, соответственно, точек, поверхность, количество увеличивается, и точность, детализация вашего профиля увеличивается. Это значит, надо перестать шипить новые API в Web, я считаю. Вообще все. хватит. Действительно, что-то расшипились, вообще неправильно это все. Я скажу, что это бесконечный спор, потому что некоторые приложения, ну, приложению нужно знать некоторые вещи про ваш компьютер, для того, чтобы оно работало стабильно. Есть множество примеров, например, WebRTC, WebGPU. Если вы хотите, чтобы ваш канал, ну, ваш видосик хорошо посылался или там шейды, шейды ротики правильно считались, вам нужно знать, что у вас за GPU, и вам также нужно знать, насколько стабильный у вас канал, сидите вы за НАТО, там, вот эти вот все вещи. Поэтому, несмотря на то, что очень хочется это скрыть, чтобы вас злые трекеры не затрекали, но это незнание о том, что у вас там на борту, может значительно повлиять на качество вашего юзер-эксперинса приложения. Поэтому я опять буду топить за... Да-да-да. Ну, я про решение чуть позже, потому что у меня есть ответ на твою реплику, но просто я хочу категории добить до конца, а потом я отвечу, как на самом деле делают, чтобы и шипить API-шку, и уменьшить возможность фингерпринтинга. Так вот, второй способ фингерпринтинга — это по вашей сети и вообще геопозиции, геолокации и так далее, так далее. Потому что буквально все, что вас связывает с конкретной точкой на карте, это и ваш IP-адрес, и ваш, я не знаю, в том числе DNS, да, откуда, к какому серверу DNS-ному вы запрашиваете, ближайшая точка DNS-а, где она, и так далее, и так далее, вас, опять же, позволяет фингерпринтить. Все, что связано, даже скорость вашего интернета. То есть, если есть возможность померить скорость до какой-нибудь ферпати скрипта, как быстро он отдается, как быстро он загружается, это значит, можно определить вас, если вы будете повторять, ну, если ваша загрузка к этому скрипту на других сайтах будет повторяться. Это вас позволяет фингерпринтить. Потом пользовательские настройки. Все, что связано с пользовательскими настройками, светлый темный режим, ваша локаль, ваша подстройка шрифта по умолчанию, ваше окно, Windows Size даже, если система позволяет, да, то есть если это десктоп, и вы можете установить размер своего окна, он же довольно часто уникальный. Каждый его подстраивает под себя, да, и по этому набору вместе с другими фичами, в том числе даже с набором расширений, установленных у вас, с настройками доступности, которые настроены у вас в браузере. Все это вместе можно собрать и с большой вероятностью идентифицировать вас. Это еще не все, это только третья категория. Четвертая категория – это ваши пользовательские предпочтения, то есть это то, куда вы ходите, как часто вы ходите, как вы двигаете мышкой, как вы быстро, я не знаю, скроллите, как вы быстро пишете. Я не шучу. Ну, то есть люди вот именно, компании, которые пытаются, а по-моему, есть отдельные компании, которые собирают как раз базу отпечатков пользователей и продают их уже рекламным агентствам, которые трекают вас. Ну, датаброкеры или как они называются. Да-да-да. То есть это люди, которые целенаправленно ищут способы, как вас выявить среди трафика, что вы – это вы. А там уже к вам можно привязать интересы, рекламные интересы, предпочтения, все остальное. И последнее – это, если можно узнать что-то про вас, то есть это ваши интересы, ваш возраст, состояние вашего здоровья, состояние ваших финансов, состояние вашего, я не знаю, образования, все что угодно, да, если можно как-то спарсить и привязать к вам как к отпечатку какого-то, да, пользователя, это все собирается и это все привязывается вот в это вот фингерпринтинг-поле, да, которое как бы вас определяет. И это гигантская проблема, чтобы вы понимали. То есть мы даже не говорим про то, что, ну, там какая-то API-шка точно говорит, что вы – это вы, это не просто про IP-адрес. Ребята в этой отрасли очень сильно развились за это время и довольно неплохо могут нас с вами трекать. Поэтому, что ребята из веб-кита говорят, как они с этим борются, в принципе, когда они, и о чем они думают, когда они выпускают какие-то новые API и так далее, так далее. Вообще задача, Полин, вот какая, не запретить API вообще, а добавить в этот, ну, два способа, два основных способа. Либо сделать использование API общеупотребимым, то есть чтобы вас нельзя было отделить от других людей, чтобы вот дефолтный набор использования этого API был одинаковым, как можно ближе к друг другу, как можно менее уникальным, понимаешь? Менее настраиваем, менее как бы с меньшим количеством данных и так далее, и так далее, чтобы вот нельзя было, ну, то есть, ты понимаешь, да, смешать людей в одну кучу, тогда как бы непонятно, кто есть кто. Тогда как бы с меньшей долей вероятности можно будет идентифицировать конкретного человека. Один способ. Второй способ – это наоборот сделать какую-то уникальную фичу, которая вот очень-очень кастомизированная, да, очень уникальная про пользователя, но с каждым разом, с каждой сессией использования этой фичи добавлять в нее достаточное количество шума, которое будет подсказывать вот сервисом, который fingerprint, что это как будто бы уже другой человек. То есть, это подсовывание в опишке разного шума от сессии к сессии. Потому что все трекеры, все, весь fingerprint, он не построен на одном взаимодействии с тобой. Ему нужно многое взаимодействие с тобой. То есть, ему нужно последовательно трекать тебя, и с каждым разом, ну, идея была такая, да, с каждым разом они лучше тебя понимают. И чем вот в эту последовательность, чем больше нарушений, чем больше шума ты складываешь, тем с меньшей вероятностью тебя можно идентифицировать. Да, это прикольная тема. Если проводить аналог со всякими нейронками, есть куча всяких прикольных примеров, где у тебя есть нейрон, который детектит, не знаю, зверька какого-нибудь, лягушку, и ты можешь просто пару пикселей бросить, и он внезапно кроликом станет. Вот. Мне кажется, что аналогия такая довольно близкая. В принципе, идея того, чтобы не ограничивать доступ к опихам, а просто чуть-чуть видоизменить аутпут для того, чтобы алгоритмы ломались, это было бы довольно интересно. Вопрос только как, ну, типа, действительно ли это работает? Я предположу, что никто подробностей тут особо не раскроет, но очень-очень интересно, наверное, инженерам, которые этим занимаются, делать их работу. Ну, да. На самом деле, они рассказывают у себя в статье о том, как они добавляют шум в Canvas и WebGL, и в WebAudio, и даже в Screen Window метрике, то есть к тому самому размеру экрана, да. Но самое интересное как раз в конце, правильно Вадим сказал? У них такой красивый заголовок был в конце. Я прямо, когда я его прочитал, думаю, ничего, так прямо в вебе, в западном вебе так прямо не говорят же никогда. Они буквально сказали, не добавляйте API, которые помогут фингерпинтить вас в веб, такие, как Topics API. Это прямой наброс на Google. Мне кажется, они забыли одну фичу внедрить в Safari, которая позволит сделать максимально приватное использование всех продуктов Apple, которая прям вот уменьшит поверхность фингерпризинга просто драматически. Знаете, какая фича? Убрать Google, как поиск по умолчанию на всех платформах. Да, это было хорошо. Они все эти фичи делают зачем? Для того, чтобы, когда пользователь начал гуглить что-то, про него меньше узнали. Сделайте так, чтобы они не гуглили. Все. То есть, они, конечно, решат, у них будет на 2 миллиарда долларов в год или сколько они денег получают на это. Меньше, зато суперприватно. Там же как? Может быть, они когда-то к этому и придут, да? Особенно, когда внедрят вот эти вот все AI-поиски и изменят, в принципе, паттерн. В смысле, уже внедрили. Здрасте. Там уже поисковики не нужны. Там нужны только артефакты из веба. Модели, по сути, обученные на поиск. А дальше уже можно непосредственно к источникам ввести тебя. Ну, это посмотрим. Ладно. Чего они говорят? Чего им не нравится? Вообще, они сказали, что они точно полностью против Topics API. Мы просто несколько раз говорили, да, про то, как Chrome шипит все там наборы API было к себе, что это тоже, опять же, не... Это не веб-платформа, то есть, это не спека какая-то, которую обсуждают все браузеры. Хотя Chrome, я думаю, ребята из команды Chrome хотели бы. Я не знаю, что говорил Mozilla, но веб-кит команда сказала точно против, и они написали весь свой критический фидбэк, большой критический фидбэк, почему они считают против. Ну, то есть, это вот как стандарт позишн, все аргументировано, все расписано и так далее, так далее. Но, чтобы вы понимали, они привели пример. Topics API вам добавляет возможность узнать о пользователе, его предпочтению, его интересы. И у вас это API вам экспозит в браузер API, которую вы можете на любом сайте спрашивать из JavaScript. То есть, документ Browsing Topics, метод, который вам всегда у пользователя возвратит его предпочтение. Проблема в этом вот в чем. В отличие, вот, например, тот же самый Ads Measure, который есть в Safari, и то, что мы обсуждали в прошлом выпуске, как идею того, как пользовательские предпочтения передавать рекламодателям, которые Mozilla у себя внедряют. Отличие здесь в чем? Что к этому API, например, будут иметь доступ Fairparty скрипты, Tracker скрипты, Advertising скрипты, Data Broker скрипты. Все, кто загрузится к вам на сайт, будут иметь доступ к этому API. Ну, кажется, это не совсем про правительство. Наверное, это не совсем правильно. Более того, чтобы вы понимали, по поводу предпочтений, это не вы устанавливаете эти предпочтения. Это Chrome за вас, пока вы ходите по сайтам, пока вы, видимо, пользуетесь поиском. Записывает всю вашу историю и пытается категоризировать ваши интересы по тому, как вы ходите и чем вы интересуетесь в интернете. Это Chrome за вас составляет этот список ваших предпочтений самостоятельно. И делится этой информацией со всеми своими партнерами. И делает это в фоне по умолчанию, по дефолту. Это включено для всех. То есть вас не спросят, хотите вы этого или нет. Это просто будет работать. И это большая проблема в этом API. Я добавил ссылочки, во-первых, на сайт, на котором легко можно найти стандарт позиции с Mozilla. Вторая ссылочка. А первая ссылочка, собственно, непосредственно на GitHub issue, где Mozilla говорит, что мы негативно относимся к Topics API, потому что это сильно уменьшает возможности рекламодателей, с одной стороны. Соответственно, они на это вряд ли согласятся. С другой стороны, это не очень сильно увеличивает приватность. Поэтому мы не видим, как это можно все улучшить. Так что мы против. Ну, самое плохое здесь, что команда Хрома пока что не воспринимает эту критику. И они продолжают шипить Topics API. Пока что несмотря ни на что. То есть вот не происходит никакого, я не знаю, шит-шорма вокруг Хрома. Как будто бы все согласны с тем, что это норм. Вот я, кстати, не знаю почему. Ну как? От шит-стормнила, когда они только запустили, все сказали, что это плохая идея. Хром такой, нам норм. Ну вот что. Ты большой браузер, самый популярный в мире. Ты, в принципе, можешь сказать другим, нам норм. Ну, в общем, да, там ребята рассказывают как раз пример про использование Topics API со временем. Это как раз таки тот самый фингерпринтинг прямой, потому что твои интересы со временем, ну, твои жизни меняются, да, у тебя там, например, ты учишься, у тебя, я не знаю, появляется семья, у тебя появляются дети, твои интересы, ну, хождение по интернету меняются. Ты там ищешь, в конце концов, подгузники, в какой-то момент ты ищешь, я не знаю, в какую школу пойти, в какой-то момент ты ищешь, в какой вуз пойти. Может быть, у тебя что-то случилось со здоровьем, ты ищешь, что делать с этим здоровьем, да, и в этот момент про вас все собирает. Хром и отдает рекламодателям. Я считаю, что Topics API вообще ничего не меняет в вебе, то есть вот он как был, так и остался, и проблема privacy здесь совершенно не решена, и нельзя от этого отключиться, поэтому я понимаю, что должно быть какое-то решение для огромного рекламного рынка в интернете, должно быть какое-то решение, но точно не это. То есть мы не должны же убить рекламный рынок, и здесь я, у меня нет никаких иллюзий, да, мы рекламу показываем в интернете, реклама желательно должна быть в каком-то виде таргетированной, если ты особенно согласен на это, да, чтобы она учитывала как-то твой интерес, если ты согласен с этим. Но во всех остальных случаях ты должен иметь возможность от этого всего отписаться. И пока что у нас нет решений, пока что у нас вот проблема справилась, и будет продолжаться быть проблемой, и я вот надеюсь, что все браузеры, как минимум, пример Mozilla и Apple'а для Google'а будет показательным, очень сильно надеюсь. И может быть команда Хрома, не знаю, в каких-то внутренних обсуждениях найдет какое-то другое решение. Было бы неплохо. Вот так набросили, так набросили. Вот Private Browsing 2.0 в Safari. Ну, понятное дело, там они еще рассказали много разных деталей. В других частях я просто выделил именно те вещи, которые мне наиболее важны были. И, ну, ребята обещают и дальше стараться пилить и показывать, как можно делать браузер более приватным. Очень круто. Здесь вот Apple с Mozilla и заодно, мне кажется. Ну что, отойдем немножко от как-то таких общих вещей, да, много про Private сегодня поговорим. И поговорим, наверное, немножко про CSS, наш любимый. Да, у нас в CSS появилась интересная возможность, которую мы все очень давно ждали. Я не знаю, вы, ребята, ждали возможность анимировать значение типа авто? Я ждала, конечно же. Но я не верила, что это случится. Мне хотелось этого очень давно. Ну, когда это нужно было. Сейчас, конечно, мне это уже не так нужно, потому что я не то, чтобы каждый день... Леша не дождался. Я не дождался, ребят, честно. Ну, очень рад за вас, честно. Ну, короче, в чем идея? Я запомнил со своих детских лет буквально, ну, детских фронтендерских лет, что если у тебя, у элемента задана высота типа 200 пикселей, а ты хочешь его схлопнуть, не знаю, в ноль пикселей, то можно сделать какой-нибудь там трансижн, там, анимацию какую-то, еще что-то такое, все отлично. А если у тебя элемент, ну, или наоборот, из нуля в 200, а если у тебя у элемента высота задана количеством контента, который там есть, браузер, ну, типа не знает, какая у него высота, и типа не может анимировать. Это всегда казалось скорее нюансами реализации внутри всего этого в браузере, чем настоящим ограничением. И тогда что делали? Тогда брали JavaScript, считали там клиентские размеры вот этого всего, и просто JavaScript-ом анимировали. Со временем JavaScript улучшился тоже хорошо, всякие IP появились, которые позволяют делать это там плавно, а не просто хайд анимировать и все такое. То есть, ну, есть разные там animation API и прочие штуки, но принципиально ничего не изменилось. У нас есть, у нас было очень большое ограничение. А куча контента в вебе вертикально, не горизонтально чаще всего, именно вертикально, куча всяких элементов интерфейса, завязано именно на количестве контента, которое внутри них есть. И веб от этого сильно страдал. Да, я тут расскажу веселых историй про аккордеона, которые я пелю довольно регулярно. В общем, если вы хотите сделать аккордеон, как Вадим сказал, варик номер один самый классный, хороший и стабильный, это JavaScript-ом посчитать максимальную высоту контента и его, и, соответственно, санимировать эту высоту. Потому что JavaScript, простите, CSS, может санимировать от столько-то до столько-то. Он не может санимировать от столько-то до скольких-то. Альтернатива, и самая популярная альтернатива, это использование максимальной высоты. Вот свойство max-height, оно может анимироваться. Но, опять же, точно так же. Поэтому что вы обычно делаете? Вы ставите одну высоту, потом ставите max-height там чего-нибудь типа тысячи пикселей, и, соответственно, поехали. В результате все аккордеонные анимации, они очень бесячие, потому что скорость не соответствует размеру контента. То есть, типа, маленький контент будет очень быстро выпадать, а большой такой очень медленно. Вот, и, наконец-то, так как начало анимировать свойство auto, вот эта вот бесячая, логучая анимация, может быть, уйдет, и я ее больше никогда не увижу. Ох, как бы это было прекрасно. На самом деле, чтобы понять, как браузеры этого добились и какие у нас есть с этим связанные ограничения, надо еще разобраться в таких понятиях, как, ох, intrinsic и extrinsic sizing. В общем, в английском языке есть два числа похожих, которые еще и сложно звучат. Intrinsic и extrinsic. По-русски их можно перевести как внутренний и внешний, и вот в современном CSS, вот когда начали появляться всякие свойства типа containment, так и всякие там container queries, вот в этих всех их анимаций стало важно понимать, как сайзится наш элемент. Так вот, если он сайзится внутренне или intrinsic, вот это слово in, как внутри, по-английски можете запомнить, в принципе. То есть содержимое элемента влияет на его размеры. Intrinsic, внутренний. Или extrinsic, когда размеры заданные нашей коробочки влияют на ее размеры. Не контент, а именно размеры коробочка, когда вы, например, пишете height 200 пикселей. Так вот, когда часто говорят в интернете про intrinsic sizing, они, люди имеют в виду что? Во-первых, не знаю, height auto или вообще незаданная высота вашего элемента. Либо значения, которые относятся к контенту. Есть такие значения, feed content, mint content, max content. Вы, наверное, встречались с этими значениями, когда задавали колонки в гридах или что-нибудь такое, вот подобные всякие там шаблоны, grid template columns, какие-нибудь такие штуки. Так вот, эти штуки тоже опираются на контент. И их тоже раньше нельзя было анимировать. Так вот, сейчас, имея вот этот наш новый, новую функцию, у нас есть функция calc, а есть новая функция calc size, которая позволяет вам, собственно, анимировать высоту. Я как понимаю, что там пока что, ну, это вообще из спики CSS values 5, и туда добавили, пока обсуждали эту спику, еще свойства interpolate size. Как я понимаю, оно тоже будет использоваться, ну, в функциях CSS и так далее, и так далее, чтобы обращаться к этому. И если говорить про позицию, ну, это как это, кто предложил? Это Chrome, да, по-моему, Google предложил, Mozilla и Apple, пока они их не обозначили. Ну, кажется, что здесь все будут за. Не знаю, какие могут быть здесь проблемы. Хорошая вещь, как будто бы надо добавлять. Ну, это происходит вот прямо сейчас, да, поэтому мы вот в процессе всего этого бурления и обсуждения находимся. Ну, а в чем вообще состоит работа этой функции? На самом деле, вам не обязательно пользоваться прям calc, что-то считать, складывать и так далее. Ну, демки проще посмотреть, но давайте попробую я вам сейчас рассказать. Вы, меняя свой элемент, можете в том месте, где он меняется, либо ему добавляется там модификатор, либо какой-нибудь, не знаю, ховер, фокус или какое-нибудь там взаимодействие, вы можете написать height, двоеточие, то есть высота вашего элемента, и дальше написать calc size, и в скобочках в этой функции написать то, что внутри calc иногда пишете. В частности, можно указать calc side auto, и это auto будет, по сути, означать, ну, вот как будто если бы оно открылось и по всему контенту, который внутри. А кроме ключевого слова auto, можно написать и другие ключевые слова, про которые, собственно, мы говорили про вот эти все intrinsic значения. Более того, и у calc size есть второй параметр, в котором прокидывается ключевой слово size, это будет как раз-таки тот размер, который вы получили в первом значении, и с ним можно производить математические операции. То есть вы буквально можете calc size auto, да, сказать, у вас это auto переведется в конкретное число, и потом сказать, например, size там умножить на 2, или все, что вы захотите, да, то есть обычный вот, там, как я понимаю, сам настоящий calc уже используется, просто у вас ключевой слово size еще подставляется. Ну и, соответственно, мы имеем возможность анимировать details summary таким образом. То есть раньше эти штуки все, ну и, собственно, есть еще у нас details summary одиночные, есть вот эти вот эксклюзивные аккордеоны, когда вы там имена им задаете, и один открывается, другой закрывается. Короче, это все прям новая штука появилась. Более того, похоже на это все, мы уже какое-то время назад обсуждали, анимация display nano, то, что когда у нас элементы display nano заданы, мы хотим его, сказать ему, display block, и когда он появился, асанимировать его еще. Тоже хотим, да? Это тоже прям давнишняя задача, не просто существующий элемент, а спрятанный элемент анимировать в какую-то высоту по контенту, например. Для этого тоже всякие starting style появились штуки. И, в общем, все вот эти вот вещи, которые я в детстве, в своем фронтендерском детстве выучил, типа, хэза не быть не может, автоанимировать нельзя, вот это вот все нельзя, каскады не работают, там типа раскладки на флоутах, игрушки прибитые к полу, вот это вот все, вот это вот тяжелое детство, оно потихонечку начинает отходить. Браузер говорит, да можно, да что вы паритесь, да все можно. Вот мы тут немножко что-то поменяли архитектуру, мы пересмотрели наши взгляды, и даже дело не столько в том, что перформанс современных устройств, не знаю, там аппаратные возможности улучшаются, очень часто все зависит от того, что, ну вот так были браузеры написаны, такие ограничения были, а мы их переписали, и стало можно. Ну, плюс люди спеки пишут, люди находят возможность обходить всякие там циклические зависимости и находят новые умные пути все это реализовывать. Так что я страшно радуюсь, и я все-таки дождался. Кажется, мне срочно нужно заимплементить какой-то аккордеон, просто срочно, я уже ищу, ищу, где это можно сделать. Просто вернись на все свои старые проекты, перепиши все эти джоискриптовые аккордеоны. Ю-ху! Рефакторинг, все будут рады рефакторингу. Ну, подождите, во-первых, давайте не торопиться, да, это еще не зашипали ни в один браузер. Ну, так, если что, вам напоминаю. Да не, ну, будет лучше. Ладно, кстати, про шиппинг в браузере продолжим. Мы тут коротко поговорили, ну, или не совсем коротко, про автоматическую анимацию авто, то, о чем мы мечтали. А я еще, у меня много всяких мечтаний, связанных с в платформе, и часто я мечтаю про SVG тоже. Тут в Edge и, собственно, дальше во всех хроме-браузерах тоже, наконец-то можно будет копировать SVG между нативными приложениями и веб-приложениями. Вы, я думаю, сильно удивитесь. Ну, возможно, вы замечали, но в вебе SVG всегда был вот таким вот бедным родственником, который сидит в прихожей и об него все спотыкаются, пустить его как-то неловко, выгнать тоже неловко. И SVG такой вот типа, ну, мы с тобой, конечно, иконочки сделаем, но дальше поддержка будет так себе, всех остальных фич. Так вот, SVG теперь можно копировать. То есть в чем прикол? В вебе есть возможность копировать программно, есть всякие API для клипборда, и, в частности, чтобы все правильно скопировалось, нужно, чтобы браузер и, собственно, этот API поддерживал специально все MIME-тайпы того, чего вы пытаетесь скопировать. И конкретно SVG-шный MIME-тайп, там, типа Application.xml или как он там называется, он просто не поддерживался. И, условно, если вы вставили картинку на страницу, там, инлайновым SVG через AMG или еще как-нибудь, надо все-таки потестить, все эти кейсы работают. Но я надеюсь, они все протестировали. У них есть демка на эту тему. Так вот, если вы хотели, не знаю, скопировать иконку со страницы Figma, ну, удачи вам. Потому что браузер просто не поддерживает все эти API. Более того, когда вы как разработчик сгенерировали потрясающую какую-то разноцветную классную иконку с градиентами в вашем веб-приложении, вы тоже не могли пользователю нормально в буфере обмена отдать SVG-шку. И вам приходилось предлагать ему скачать этот файл, потом кинуть в какой-нибудь, не знаю, свой графический редактор. А если два графических редактора и оба в вебе, между ними тоже скопировать тоже, ну, было невозможно. Собственно, теперь они поддержали все это. И вот этот новый асинкронный клипборд API, современный, классный, он еще и поддерживает копирование SVG между нативными приложениями, между веб-приложениями. И новость потрясающая, потому что я замечаю, что есть некоторые форматы, на которые подзабили. Ну, я бы предполагала, что, возможно, есть еще один консерн, связанный с безопасностью, потому что SVG – это весьма особый формат, который на самом деле код, который выполняется. И, например, все сайты запрещают, ну, сайты, которые заботятся о безопасности, они запрещают загрузку SVG ровно потому, что в SVG можно вот челток не положить, можно положить скрипт, он выполнится и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому мне кажется, что тут, наверное, была, одной из причин, может быть, были какие-то соображения безопасности, вот, но в любом случае копируются и чудесно. Ну, кстати, да, Вадим, там же B64 можно внутрь запихнуть, а в B64 может быть все, что угодно, и SVG должно будет это выполнить. Да там и JavaScript может быть внутри SVG, и шрифты можно подгрузить, и внешние ресурсы, и все такое. То есть SVG – это, по сути, HTML, куда можно сделать, и там и ссылки могут быть, и вообще все, что на свете. Я понимаю, но сложность решения задачи не говорит о том, что эту задачу вообще не нужно решать, потому что SVG – это формат, который широко используется. И в 99% случаев это просто тупая иконка, которая есть внутри шейпа и заливочка. Все. И из-за того, что можно сделать... То есть я найду эту ссылку, я найду. Я вам покажу, как мой коллега Дэниел Дэвис сделал игру типа «Волк ловит яйца» в корзину. Как назывались? Это игра типа электроники. Он сделал ее внутри одного SVG-файла. Есть SVG-файл, который растягивается на все размеры окна, и внутри вы можете, нажимая на кнопочки, играть в игру. Это просто один SVG-файл. А кнопочки, а как они меняют положение? А ты сам посмотришь. Не, ну, знаешь, теперь у нас есть с тобой, ну, как главных стариков, всегда присказка. Смотри, с хэзом справились и с этим справимся. Дедовские присказки – это то, что нам нужно. Да, да, да. Не, на самом деле, мне дико интересно, как это все будет потом работать во всех браузерах, насколько нативно. Ну, то есть, не знаю, там в Chrome Canary это уже работает. В Firefox вот что-то не получилось. У меня это все сделают в Safari. Ну, я тоже очень сомневаюсь, но, не знаю, надо попробовать, работает или нет. Да, сходу, конечно же, не работает. Но вот, учитывая, что последние месяцы, я помню, как Firefox внедрял всякие Async, Clipboard API и прочие всякие штуки, надо завести баг, надо подергать коллег, спросить, а мы что-нибудь такое сделаем, сделаем. Так что попробую убедить своих коллег и кто-нибудь убедить ребят из веб-кета тоже. Ну, и ты же знаешь, интероп. Только интероп. И то, если они пропустят. Ну, ладно, это все теории, спеки и всякие штуки, которые появляются у нас в платформе именно с точки зрения возможностей. А если говорить про реализацию для конкретных веб-приложений, конкретных сайтов, там начинаются нюантики. И тут Notion сотворил что-то такое, что до сих пор некоторых удивляют. Они засунули Escalade в вас и стало быстро? Нет, все немного не так. Ну, на самом деле, о том, что сотворил Notion, можно почитать в статье Карла Франциско в блоге Notion. И на самом деле они сделали хорошее, благое дело. Они ускорили навигацию в Notion. Если вы используете Notion как источник своей документации, в какой-то момент Notion начнет вас очень сильно бесить, мне кажется. Ну, по крайней мере, так произошло со мной. Вот. И что происходит долго, и чем Notion вроде бы как крут, что если вы никогда не будете читать прям вот одну Notion страничку, вы навигируете между страничками. И задача была ускорить, собственно, навигацию. А как это было сделано, сейчас расскажу. Но мое общее впечатление от статьи, которую хочется поширить, это вот очень классный рассказ о том, как было внедрено и разработано одно дизайнецкое решение, и основано это решение было на замерах, на обсуждениях, на всяком интересном движении. В общем, что сделали? Во-первых, надо понимать, что Notion очень много данных сохраняет. И сохраняет он эти данные на клиенте, и для того, чтобы сохранять эти данные, он использует вас в SQLite library. Давайте разбираться, что это такое. SQLite — это самый модный, самый распространенный SQL engine вообще в мире. Нет, не Postgres, а именно SQLite, потому что он сидит во всех ваших мобилках, вы там сообщения сохраняете, вот это все. Написан он на C. Соответственно, для того, чтобы впихнуть его в браузер, что мы делаем? Ну, правильно, мы берем C, компилим вас, мы вуаля, все работает. Вот. Проблема этой штуки в том, что для того, чтобы у вас была база данных, вам нужно какое-то хранилище, где вы сохраните файлик вашей базы данных. Ну, обычно это бы там что-то, db.escoilite. И как это можно сделать в вас в library SQLite? Есть несколько способов, но есть два модных, молодежных, современных. И эти способы работают на штуке, которая называется Origin Private File System. Кто-нибудь знает, что это такое? Да, вот. В общем, прекрасная пиха, которая позволяет, которая некое расширение файл-система API, но у нее есть бонус в том, что люди туда доступа не имеют. Имеет в этот кусок файловой системы доступ только ваш Origin, то есть считайте ваш шайтик. И, соответственно, за счет этого, первое, вам не надо просить ничего от пользователя, то есть типа можно создать и делать там что хочешь. И второе, оно работает быстро, потому что не надо переживать о том, что, ну, кто-то там туда придет и еще что-то почитает. Дальше начинается интересное. SQLite библиотека предлагает вам два способа вставить ее в ваше приложение при помощи вот этого Origin Private File System, OPFS. Способ номер один — это просто использовать OPFS. Легко, классно и удобно. Однако начинаются проблемы с тем, что если у вас есть много вкладочек, а база у вас одна, то к ней надо как-то доступ поширить. Для этого было разработано прекрасное решение в той же самой библиотеке, и работает это через Shareit Array Buffer. В чем проблема Shareit Array Buffer? Правильно. Проблема Shareit Array Buffer в том, что это API, которая уязвима для всяких спектров и мелдаунов. Поэтому для того, чтобы использовать эту штуку, вам нужно заоптиться в Cross-Site Isolation. Заоптившись в эту штуку, у вас сломаются все пати-скрипты. Вот, поэтому это решение было не очень хорошим, от него решили отказаться. И они попробовали другую вещь, которая тоже работает на OPFS, но есть одно ограничение. К сожалению, для решения номер два вы можете иметь доступ к вашей SQLite базейке только с одной вкладки. Причем, чтобы вообще жизнь не казалась очень простой, вы не можете прям непосредственно из основного потока туда сходить, вам нужен вебворкер. Вебворкер, значит, идет вот в этот OPFS и что-нибудь туда пишет. Казалось бы, все прекрасно, но проблема в том, что уношено вкладок несколько, и нужно как-то разобраться, кто же все-таки туда будет писать. Поэтому ребята придумали следующую очень, очень, очень интересную дизайн штуковину. Они используют shared worker, который является дирижером для большого количества вебворкеров, которые работают в каждой вкладке. При том, чтобы убедиться, что только активная вкладка пишет все, что хотят все другие вкладки, соответственно, все другие вкладки через вебворкеры пушат все в shared worker, shared worker идет к активной вкладке, пожалуйста, запиши нам вот это. Более того, для того, чтобы сделать это круто, удобно и надежно, используется еще одна пиха, про которую я слышал совсем мало, называется WebLogs API. WebLogs API позволяет вашему оригину взять лог на скрипты и выполнять, ну, и дальше с этим логом как-то работать. По аналогии с логами, которые для многопоточного программирования используются. В результате решение получилось такое. У вас есть shared worker, он оркестрирует несколько вебворкеров, и, соответственно, выбирая активный вебворкер, который вот в этот ваш вас SQLite library, который позволяет только один запись, пишет данные. В результате метрики улучшились, все ускорилось, все довольны и супер рады. Вот. И описание вот этого вот процесса как раз есть в блоге, причем там прямо описано, как они к этому шли. То есть, типа, они сначала попробовали одно, а потом другое и поняли, вот что, вот это вот best solution. И более того, в процессе, как они вообще поняли, что, ну, то или другое решение лучше. У Notion, я не знаю, какой там у них способ релизить, но это какие-то, типа, blue green или что, какие-то релизы, где они релизят на небольшое количество пользователей и смотрят, насколько им станет больно. Вот. И, в общем-то, первая версия, которая предупреждала многовкладочный доступ к базе, она работала вроде классно и шустро, но, к сожалению, у пользователей у части появлялись странные вещи в их документах, которых они не ожидали. Вот. Ну, они поняли, что они это, значит, катить на 100% не могут и решили, попробуем другой вариант. Вот. И в результате, все померив, разобравшись, сейчас все работает очень хорошо и все довольны, а навигация стала процентов там на 20, кажется, быстрее. Круто? Круто. А зачем они сделали... Ладно, так скажу. Я слышал, что SQL себе можно получить на основе индекса DB. И я даже помню, какие-то были библиотеки на эту тему, что, в принципе, засовывать прямо его совсем в вас и получать все эти сложности вокруг, ну, как будто бы не нужно было. Сколько... Какая часть из этого решения — это попытка разобраться со сложностями, которые появляются от того, что, типа, у тебя это все засовывается внутрь ВАСМа? Я скажу, что Zero. Ну, то есть, типа, я не знаю, почему они решили использовать вот конкретно такое решение. У меня есть несколько теорий, например, одна из которых заключается в том, что, ну, они, типа, везде используют SQLite, и удобно, чтобы он везде был одинаков. Вот. Во-вторых, SQLite — это очень-очень хороший DB engine, который делает все быстро, классно и надежно. Вот. А с ВАСМа, на самом деле, проблем вообще никаких нет. То есть, типа, проблема как раз была не в WebAssembly, а проблема была в вот этом OPFS-подходе. И вторая проблема была в том, что была... Основная боль у них была с тем, что они не могли разрулить конкуренции правильно. Потому что, ну, вот любой любит открыть пять вкладок в Notion и начать туда чего-нибудь судорожно, сурово писать. Вот. И чтобы вот это вот сделать, пришлось надстроить такую прикольную прослочку из оркестраторов обворкерами. То есть, несмотря на то, что кажется, ой, ВАСМ, и вот, наверное, там что-то сломается, там как раз все было хорошо. Там прям библиотечка, она тебе из коробки предлагает два решения. И все, чем занималась команда, они пытались эти решения при помощи, как это, клея, напильника и прочего, внедрить так, чтобы получилось хорошо. То есть, на самом деле, вариантская... Ну, это как очень дурацкая аналогия, но тем не менее. Вот как вам взять и сконвертировать PNG в JPEG? Вы можете нарисовать это на Canvas и попробовать использовать браузерный кодек, который вам даст JPEG. Вот. Но JPEG это будет вот такой большой, очень-очень большой. Вот. Поэтому, что обычно люди делают? Они берут кодеки, которые написаны на плюсах классные, хорошие, эффективные, компилят их, и получаются маленькие классные JPEG. Надеюсь, вам никогда не придется декодить ваши картинчики в продакшене. Вот. Но в целом, хорошее, стабильное решение, которое собрано в вас из API в браузер, она... Велика вероятность, что она будет работать намного лучше, чем некоторые стандартные API. Не все. Конечно же, не все. Но некоторые. Я вдруг вспомнил статью, которая вертелась у меня в голове. Сколько? И там года три назад уже было написано. Называется «Будущее SQL в вебе». И там, собственно, Джеймс Лонг, который написал абсурд SQL, базу SQL с сексуальным SQL API, который работает поверх index.db в браузере. Вот откуда у меня все эти люди... Господи, вот откуда у меня все эти мысли в голове взялись. И, в общем, есть... Он там говорит, какие есть проблемы с этим подходом и все остальное. И я вдруг вспомнил еще, ведь что-то было. Там ведь был баг в имплементации index.db в Safari, который ломал сайты какое-то время. Там были проблемы с index.db, с его скоростью, работой и всем остальным. А еще я за всех сил пытаюсь вспомнить, но не могу, почему SQL выпилили из браузера API. Был же момент, когда он был в браузерах. В WebSQL. В WebSQL, да. Да, 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 да. Privacy, security, performance. Это ответ практически на любой вопрос. Relability, maintainability еще надо добавить, и это вообще хорошо. Да, да, да. Какую-нибудь классную аббревиатуру нужно придумать и отвечать вместо нее этим всем. Надо переставить эти слова. То есть SQLite и WebSQL, насколько они близко? Насколько можно было получить все, что хотели сейчас Notion на основе WebSQL, если бы он остался в браузерах? Не, ну ты, во-первых, запускаешь это из другой среды. Это же вас. Ну, я понимаю. Ну, тогда и вас мне нужен был бы. Потому что я смотрю на все это решение, оно сложное, блин. Я понимаю, что есть concurrency, я понимаю, что вот это все, но тем не менее, можно же лучше было как-то сделать. Нет? Нет? Во-первых, я предположу, что, может быть, это было про использовать одну и ту же технологию везде. Вот, потому что мобилки, они же, ну, типа, наверное, SQLite используют, да, но только просто не браузер, а нативный какой-нибудь SQLite. А вот мне интересно, как раз, Полина, у них в нативном приложении для iOS и для Android это прям полностью нативное приложение, это не поверх электрона, то есть это не вебная часть внутри? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет, но точно известно, что вот эта вот штука, она заэффектила только браузерный Notion. А вот другие Notion, они там как-то договаривались и пробовали тоже что-то похожее внедрить. Там есть, на самом деле, часть про это в статье, вот, о том, что делала мобильная команда, чтобы сделать Notion таким же классным наобилке. Вот, но TLDR, ответа на вопрос, почему они вот решили сделать именно так, у меня нет, но я думаю, что если по их блогу покопаться, может быть, можно найти ответы на этот вопрос. А по поводу того, насколько WebSQL отличается от SQLite, вот, мне кажется, очень значительно, если только они не втащили SQLite, как опиху WebSQL. Вот, но SQLite — это очень стабильная, очень древняя, очень хорошо разбивающаяся DB Engine, и поэтому, ну, типа, странно. На самом деле, Вадим, тут ответ на твой вопрос, почему не индекс DB, если у них на мобилках не эта самая нативная технология, а не веб, то, ну, там нету индекс DB, поэтому, ну, да, проще быть так. Ну, поверх индекс DB может было построить API-шечку... А зачем? SQLite. Ну, чтобы проще было, но, кажется, проще не получается в любом случае, да. Да. Мне другое интересно, это, ну, они тут вот пишут, например, ну, не все так радужно и не все так классно, чтобы вы не подумали, да, потому что есть и... Ну, вы же в вебе тоже можете открыть, в мобильном вебе, вы же тоже можете открыть Notion, не обязательно там приложение у вас будет. И что, например, они увидели, что у них, например, медленные устройства, Android и телефон, например, медленные, да, ну, либо у вас ноутбук может быть медленный. Они-то там очень сильно просели по производительности, поэтому они, когда это видят, они просто это отключают, потому что с API-шки забрать данные, просто быстрее будет в этом случае, а там в других как бы все окей. И мне вот интересно, значит, потому что Notion-то, ну, не знаю, кто пользуется Notion, он, наверное, знает, что он, ну, в принципе, такой тяжеленький, такой серьезный, большой. Тормозной. Я поэтому перестал им пользоваться. Для быстрых заметок я не могу, я открываю какой-нибудь блокнотик в любом там Markdown Redactor или там в WS-коде, я могу там и быстро написать заметку. Я открываю Notion, и все, я по колено в сметане. Может, к тебе кэш не добрался. Так вот, мне, знаешь, что интересно, SQLite-то для чего используется? Для кэша, да, то есть чтобы все-все, чтобы они с API-шки забрали, все данные, да, о твоих страничках, положить в кэш и быстро уже по ним перемещаться без отдельных нетворк-запросов, которые надо ждать. Вот. А интересно-то что? А прикинь, ну, вы же видели, я думаю, огромные есть Notion-базы. А прикинь, все сложить туда, закэшировать в SQLite. Вот насколько оно будет вообще подвижное после этого, после того, как в SQLite это все сложить. Ну, я на самом деле видела очень много, и более того, я видела кейсы, когда на основе Notion строится в целом все. То есть, типа, у тебя есть Notion-база данных, у тебя есть, у тебя вместо issue-трекера Notion, у тебя вместо, у тебя там весь твой скрам и канбан тоже в Notion лежит. Ну, типа, вся жизнь в Notion. Еще автоматизация сверху, да, этого всего. Да-да-да-да. Еще всякие эти расширения подключенные к этому. Да, там можно построить вообще... Вот. Там можно генерировать всякие, типа, шаблоны. То есть, типа, там очень прикольная тема, что ты можешь создать кнопочку, человек кнопочку нажимает, и ему генерируется красивый документ там со всякой кастомизацией. Вот. Поэтому мне кажется, что Notion очень сильно ушел от формата блокнота для заметок, формат какой-то корпоративно-интерпрайзной штуковины, которая позволяет... Подожди. То есть, ты хочешь сказать, а главным атрибутом серьезного корпоративного интерпрайза решения должна быть не быстрота, потому что, ну, обычно в интерпрайз-мире люди никуда не спешат. Да, должно быть солидный, медленный интерфейс. Возможно, да. Команда Notion специально замедляет для интерпрайза, чтобы чувствовалось, чтобы как Jira была или там Confluence. Не, ну, мы же платим за то, что у них там на бэке что-то происходит, мы же не платим за тонкий клиент. Надо, чтобы было прям вот... Они ждем, значит, считают. Вадим, слушай, как хорошо ты сказал. Слушай, Полин, а как ты считаешь, они должны, ну, скидку в своих тарифах давать, если перекладывают все свои данные со своих бэкэндов ко мне на компьютер? Ну, я же теперь храню свои данные, получается. Они за них не платят, нет? Ох, если бы я платила людям за каждый килобатик, который хранится у них на компьютере, наверное, я бы очень сильно разорилась. Вот. И, возможно, наш веб стал бы чуть-чуть быстрее, сильно быстрее, из-за того, чтобы люди начали беспокоиться о размере пылодов. Ну, окей, ладно. Значит, Escort Lite в Notion. Где еще Escort Lite? Да, кстати, тут ведь нода потихонечку развивается. Мы вам иногда приносим новости, что там происходит. В 427 выпуск как раз последний раз 22,3 релиз обсуждали. Сейчас вышел 22,5 релиз. Напомню, что это будущий наш LTS-релиз 22-й ноды, который в октябре станет релизом где-то. Да, и мы, наверное, все будем потихонечку переходить на него. Что добавили в этот раз? Как раз то, что Полина сказала. Они заимбедили внутрь Escort Lite. И теперь, ну, конечно, пока как экспериментальная фича. Надо потестировать, надо API доделать. Там даже сам API не доделан. Еще не все необходимые методы для работы там. Ну, классическая работа с SQL пока не всех методов достаточно. Он очень медленный, чтобы вы понимали сейчас прямо. То есть это не то, чтобы замена. Но это первый шажочек такой к тому, чтобы сделать нормальное. Но, чтобы вы понимали, история у этого очень длинная и большая. Во-первых, ну так, на минуточку. SQL Lite есть в Dino и в Bani. Это что получается? Наконец-то они влияют на ноду, на развитие ноды. Смотрите, нода допиливает те модули, которые реализованы в альтернативных движках. Ну, круто. Слушай, ну, если бы они придумали новый API, которого не было в ноде, и нода такая надо-надо внедрить, тогда твой аргумент сработал бы. Но поскольку SQL Lite, ну, не вчера придумали и не баном он придуман, но это может быть вполне себе трендом или большим запросом, которым уже... Я уверен, что если у них есть трекер с запросами на фичи, то запрос внедрить SQL Lite у них где-то в этом трекере появился еще до того, как появился бан. Так что давайте не будем прям совсем уж на конкуренцию спихивать все успехи ноды. Хорошо. Ну, мне кажется, это вообще шикарное решение. Всякие легкобэкэндовые клиентоориентированные приложения, им вот прям такое, наверное, надо. Когда у тебя есть какое-то состояние, ты сильно хочешь сохранить это состояние где-нибудь, вот, и, типа, тебе не очень важно, насколько это будет быстро, потому что, понятное дело, что SQL Lite — это не про перформанс. Если вам нужно, там, много записей и много чтения, то нужны какие-то более сильные решения, там, вида Postgres или что-то такое. Но иметь доступ просто куда-то записать, и чтобы это было реализационно, и чтобы с SQL-кой можно было туда сходить и что-то достать, это шикарная возможность, которая вот всяким сервакам, которые просто спинятся, там, вида, не знаю, экспресса, даст просто суперсилу, мне кажется. Ну, вообще, на самом деле, за этим стоит гораздо больше. Это просто такой шажочек в самом-самом конце длинных шажков. Вообще история с внедрением SQL Lite в ноду, она происходит совершенно не связана с SQL Lite. Вадим, знаешь, чем связано? Ребята-то хотели несколько лет назад в App Storage API в Node.js запихнуть, а там-то нужно, чтобы оно же куда-то складываться должно. Ну, а куда? И как раз думали, что весь веб-стораж API, он будет просто под собой складываться через SQL Lite. Либо в мемори, либо в файлик, ну, как ты там укажешь уже. И эта история очень длинная, потому что тогда по веб-стораж API не договорились и так и не внедрили. Потом, ну, была реинкарнация, да, это когда local storage API хотели внедрить, и тоже как бы бэкэндом у этого всего должен был выступать у SQL Lite. И тут ребята плюнули и просто там, ну, чтобы ты понимал, как pull-request этот пришел, чувак такой говорит, слушайте, ребята, ну, мы давно это обсуждаем. Может быть, кто-то уже запилит MVP? И такой, и знаете, этот кто-то, это я. Вот вам MVP, смотрите, можно пробовать, можно тестировать, экспериментировать и дальше это развивать. Поэтому, как мне кажется, SQL Lite — это такой первый шажок для того, чтобы там внедрить в том числе вебные API в ноду, там, по примеру, например, Dina, да, того же, у них же, по-моему, веб-стораж API внедрен. Ну, вроде бы, ну, должен быть, давайте так скажем. Потому что они же там веб-платформа совместимости и все такое. Вот, поэтому это такой первый шаг. А так-то SQL Lite там огромное количество библиотек для ноды есть. Там многие пользуются Better SQL Lite 3. Не то чтобы это такая проблема, как, например, запихнуть в браузер SQL Lite, да. Там правда надо через вас, и так далее, и так далее. В ноде с этим не то чтобы много было проблем. Но, на мой взгляд, и, Полин, ты правильно говоришь, вот такой вот embedded база данных, которая прямо уже у тебя в пакете, она часто может выручать, ну, поперекладывать данные там, да, в структурированном виде, что-то с ними поделать, перевожить из одного в другое место, даже в памяти, и все. Или в файлик записать, если хочется. Да, ну, тут стоит все-таки отметить, что это не такая, чтобы прям суперкиллер-вич, потому что сейчас это решается элементарно. Мы взяли, поставили в библиотеку SQL Lite, в ноду, и вжух-вжух, все работает. Вот, однако иметь какой-то нативный, более нативный механизм такой проделать, учитывая, что это часто нужно, это хорошая-хорошая штука, мне нравится. Одобряю. Ну, и короткая строка, что еще добавили в этом релизе, долго не обсуждаю. Во-первых, дали возможность, мы же раньше говорили, что в WebSocket API все стабилизировалось, его можно использовать, и ребята очень попросили экспозить WebSocket объект из HTTP-модуля, ну, чтобы, типа, сделать красивенький импорт WebSocket from not HTTP, а не, типа, подключение отдельное делать. Не то, чтобы в этом была какая-то проблема, но, да, удобство, две Opera Experience, наше все. И продолжают дружить ESM-модули с CGM-модулями. Вы помните, да, они, в принципе, в 22-м релизе многое для этого делают. И тут ребята подсмотрели на то, как это в бане реализовано, как изначальный пример, но потом его доработали. В общем, идея в том, что сейчас есть проблема в том, чтобы скомпилированный ESM-модуль подгружать как CGM-модуль, но при этом нужно знать, что это ESM-модуль, чтобы как-то общую область нейминга, да, namespace, не засорять. И там используют обычно нижнее-нижнее подчеркивание ES-модуль переменную или свойства, чтобы подсказывать движку, что это ES-модуль на самом деле. И ребята добавили такую обертку внутрь ноды, чтобы проще было подключать скомпилированный ESM-модуль через require. Но опять же, смотрите, подсматривают в бан. Вадим, я все равно буду говорить, что подсматривают в бан, потому что, ну, должно же быть у бана какое-то предназначение. Пускай оно хотя бы такое будет. Главное, чтобы они JSON-формат неформатированно не подсмотрели. Простите, извините, не могу сдержаться, не похихикать над этим. Не, ну вообще круто, что есть какие-то конкуренты, серьезные ноды, и что это стало улучшать все три технологии. Я вот, например, недавно обнаружила, что доку статью про Дина занесли. Я такая, вау, как круто. Вот, так что да-да-да, все, теперь у нас много, много вариантов. Когда много вариантов, лучше, чем когда мало. Кстати, удивительно, что мы не обсуждаем, да, что произошло на этой неделе с краудстрайком. А знаете почему? Потому что мы уже все это обсудили вместе с нашим чатом патронов очень подробно. Напоминаю вам, что туда можно легко залететь и обсуждать с нами и другие новости, которые мы не обсуждаем обычно в выпуске. А так-то у нас что еще сегодня? Про шрифты что-то было, да, Вадим? Да, у нас есть сложное решение, не менее сложные проблемы, которые давно у нас есть во фронт-энде со шрифтами. И вы можете подумать, что все проблемы для вас со шрифтами давно решены. Ну, то есть, чего? У нас есть кастомные шрифты. Мы можем пользоваться не только Ариалом, Верданной, Тахомой и Курьером, да, Витя? А там с Нью-Роман. Хельветика. А, окей, окей. Да-да-да. Но об этом потом. Так вот, вы можете сделать свой корпоративный какой-нибудь шрифт или скачать какой-нибудь шрифт откуда-нибудь или купить его или еще что-нибудь такое и подключить его на страницу. Вы конвертируете его в какой-нибудь там WoW-2 формат, он сжимается, все классно. Если шрифт слишком большой, вы его разделяете, то есть, вы, по-первых, подключаете отдельно прямое начертание, там Bolt, italic, еще что-то такое. Если шрифт слишком большой, вы делаете его сабсент, то есть, вы отдельно латиницу, отдельно кириллицу, отдельно там extended латиницу, отдельно там еще что-нибудь такое. То есть, в принципе, проблемы все решены. Более того, появились цветные шрифты, шрифты там туда-сюда, одни технологии, другие технологии, вариативные шрифты появились. Разработчики все еще боятся, дизайнеры не так часто приносят вариативные шрифты, но тем не менее. И вроде бы, ну, куча всего нового классного появилась. Но есть одна большая принципиальная проблема. Если у нас есть шрифт с кириллицей и латиницей, например, ну, шрифт в среднем весит там по 20-30 килобайт, ну, если он совсем жирный, вы сабсетинг не делаете, ну, там он будет весить 100 килобайт. И типа, ну, когда у нас бандлы 5-метровые, джиоскриптовые, то что такое там 100-килобайтный шрифт и глупости, да? Плюс у нас ведь появился CSS-дескриптор в фондфейсе, который позволяет свопать шрифт по время загрузки, он сначала рендерится чем-нибудь другим фоллбеком, а потом, когда приезжает, перерендеривается. Все классно. Но шрифты бывают не только в письменностях там латиниц и кириллиц. Шрифты бывают еще в азиатских письменностях иероглифическое письмо, типа там китайского, японского, корейского и вот этого всего остального. Обычно это называется CJK, то есть Chinese, Japanese, Korean. И вот когда вы видите аббревиатуру CJK, это обычно вот про азиатские системы письменности на основе иероглифов. Так вот, когда мы доходим до них, то там распространенность веб-шрифтов, кастомных шрифтов, которые вот кто-то нарисовал, она стремится к нулю. Практически во всем интернете, вот в этого CJK интернете используются системные шрифты. Системные шрифты тоже бывают разные, то есть иероглифы в разной стилистике нарисованы, там пожирнее, посветлее, там и вот это все, там не знаю, есть ли у них там курсив, наверное, нет. Но есть какие-то всякие начертания. Ну, то есть мы живем прямо в будущем, у нас есть огромные типографические возможности в латинице, а в азиатских шрифтов такого нет. И все потому, что там количество глифов огромнейшее, тысячи. Так вот, когда мы доходим до этого места, ну, шрифт просто невозможно загружать, потому что там мегабайты шрифтов, и никто этого не будет ждать, никто не хочет за это платить дополнительные деньги. И у нас с тех пор, когда мы в эту проблему уперлись, были разные способы ее решить, и вот тут появилась новая спека, над которой давно работали, называется EFT, или Incremental Fund Transfer, который эту проблему решает. И если у вас в голове сейчас какое-то слабое, нежное дежавю появилось, как будто мы про это уже говорили когда-то, то вы не ошибаетесь. Действительно, у нас были спеки когда-то, несколько лет назад, которые предлагали решение этой проблемы. По-моему, было два основных кейса. Range Request, то есть, чтобы можно было запросить, то есть, положить бинарник шрифта на бэкэнд, вот так, не знаю, аж 5-мегабайтный, или сколько он там вас весит, и запросить какую-то его часть, и потом локально как-то вот применить, то есть, чтобы, ну как, не знаю, вот допустим, вы слушаете подкасты об стандарте, и у нас на файле, где-то там у нас на сервере лежит 100-мегабайтовый эпизод выпуска. Если вы перемотали вперед, вам не нужно, вашему браузеру не нужно запрашивать, не знаю, если вы перемотали на 2 трети, вашему браузеру не нужно запрашивать весь файл, прежде чем он сможет вам включить фрагмент, который вы на последней трети хотите послушать. Он запрашивает именно Range на основе всего этого. Для этого ему нужно знать полную бинарную длину вашего файла, чтобы в нужное место запросить, все остальное. то есть, короче, есть всякие нюансики, но на сервере по умолчанию это работает. Собственно, по такому принципу Range Request и планировали применять. Не получилось. Потом есть такое, так было, была идея, по разным причинам, тут есть экспланер, от Крисы Лили, можете почитать. Была вторая идея, называлась патч-сабсет. Патч-сабсет предлагал прям вот совсем бинарно-бинарно патчить, патчить, чтобы браузер запрашивал. Для этого нужен был какой-то отдельный отдельный протокол, чуть ли не какие-то отдельные заголовки добавлять. То есть, еще сложнее, еще более невероятно. И это все было сложно реализовывать, это не решало проблемы во всех случаях. Запросом этого всего тестировали, понимали, что на медленном интернете это иногда хуже, чем загружать там файл целиком или чем один или другой подход. Так вот, на основе патч-сабсета, на основе второго подхода, сделали подход, который не требует дополнительных возможностей бэкэнда, во-первых. Во-вторых, не требует дополнительных новых заголовков, всего остального, который должен просто, по идее, из коробки работать с существующими возможностями именно вот бэкэнда и сети. Нужно всего лишь, всего лишь проапгрейдить браузеры, чтобы они смогли с этим работать. Я сейчас попытаюсь объяснить очень коротко и очень просто, что как это работает, но я могу ошибаться, потому что я прочел спеку, я прочел эксплейнер Криса Лили. Эксплейнер — это такая вещь, которая упрощает спеку для того, чтобы его все поняли. И я не понял это все делать до конца. Полина говорила, что она тоже прочитала, поэтому я надеюсь, сейчас Полина меня поправит, если в каком-то месте облажался или вместе со мной скажет «сложно». Сложно, я уже скажу «сложно». Хорошо. Так вот, в чем идея? Вы, насколько я понимаю, вот по этой новой спеке и по этому всему делаете базовый файл шрифта, например, в формате WoW или TTF или OTF, но лучше, конечно, в WoW, чтобы он меньше весил. Хотя когда, ну да, все-таки лучше его запаковать в WoW. WoW как формат позволяет, он как матрешка, он позволяет в него, как PNG, например, он позволяет в него засовывать разные всякие чанки дополнительные, переформатировать его. Короче, он по сути ZIP переименованный, вот будем так считать. Вернее, в случае WoW 2, по-моему, Brotley переименованный. Brotley. А можно как RAR считать, для меня чисто. Ну, как RAR, для OLD-ов как RAR. Так вот, вы делаете файл, ну вот представьте, что вы делаете ту версию, в которой есть только латиница, например, или только Kirill, ну, скорее всего, только латиница. А рядом с этим файлом вы кладете, во-первых, этот файл, кстати, еще организовываете специальным образом, там появляются еще таблицы для патчинга. То есть вы дополнительно форматируете. Вы не просто делаете сабсет всей латинице и оставляете. Нет, вы, короче, специальным образом форматируете этот файл именно на бинарном уровне. То есть специальным образом конвертируете. Он все еще остается в WoW, но он такой специальный. И рядом с этим файлом вы, в зависимости от ваших задач, кладете патч-файлы, которые дополняют его дополнительными возможностями. Например, добавляют Кириллицу. Или добавляют всякие, не знаю, красивые, не знаю, Италия какой-нибудь добавляют. Или добавляют какие-то OpenType фичи или еще что-то такое. И как вы генерируете эти вот патч-файлы зависит от вашей задачи. Вы можете в основной файл положить, не знаю, две трети вашего шрифта, а последнюю треть накидать многим разным патч-файлом. Причем, насколько я понимаю, эти патч-файлы будут, могут быть очень гибкими, они могут пересекаться, они могут дополнять друг друга, не только быть эксклюзивными, содержать все эти возможности. И поскольку в основном файле содержится информация, связывающая эти патч-файлы с помощью вот этих всех таблиц, они дополнительно браузером могут запрашиваться, и браузер у себя локально уже на вашем клиенте будет выращивать этот файл шрифта вашего. Он все еще будет отдельным файлом шрифта, не знаю, вашим этим, не знаю, кастомным, но браузер сам на основе этой всей машинерии будет выращивать его из этих патчей, накидывать их поверху, и у вашего шрифта будут появляться новые возможности. То есть идея состоит в том, что есть основной базовый файл шрифта, фалбэк, можно сказать, а есть дополнительные патч-файлы. Я насчет существования патч-файлов не уверен на 100%, потому что я не нашел примера ни в спеке, ни в эксплейнере, как эти патч-файлы подключаются, и, может быть, как вы указываете, какие файлы подключать, возможно, эта информация содержится непосредственно в основном файле шрифта на уровне всех этих таблиц. Но пути к патч-файлу нужно как-то указывать? И вот в этом месте я сломался. Да, я тоже немного сломалась. Если я правильно понимаю, у них есть понятие patch map table, которое позволяет вам смапить типа ваш конкретный патч на нужный URL. А где он содержится? Внутри основного шрифта, да? Или это файл отдельный? Мне кажется, что он должен содержаться внутри шрифта. Ага. То есть вот этот патч-таблица, по сути, она еще имеет адресак, вернее, название и пути рассчитываются относительно файла шрифта, да? То есть ты пишешь, не знаю, там myfont.wof2, внутри него записываешь myfont.patch1, patch2, patch3 внутри этой таблицы. И типа если они лежат рядом, они скачаются? Ну вот мне кажется, что что-то такое, ну то есть типа внутри, я вообще в шрифтах не супер, но мне казалось, что внутри шрифта лежат специальные магические таблички, которые там что-то прогрессуют, куда-то что-то говорят. Вот, и, соответственно, они еще одну табличку пихнут, которая будет называться patchmap table, и вот этот patchmap table, который лежит либо внутри, либо снаружи, но мне что-то кажется, что внутри, будет говорить, как догружать дополнительные куски для конкретных сабсетов. И вот в этом месте у меня, собственно, сложность возникает, потому что хочется иметь гибкость, я уверен, разработчикам хочется иметь гибкость с точки зрения указания адресов на этих патч-файлов. То есть, например, если они на сиденье лежат, у этих патч-файлов уникальные адреса, а не просто они в одной папочке лежат. Да, ведь? И хочется вот на уровне фонда этой, фонд-фейса указывать, вот как мы про сабсет указываем, где патчи лежат, вот хочется все-таки иметь гибкость по указанию расположения патч-файлов, чтобы они не только были в бинарнике зашиты. Вообще, в спеке есть отдельная категория про то, как загружаются патч-файлы. Сколько я вижу, здесь передаются урлы, ури, точнее, для загрузки. Более того, обсуждается, что делать, если файл не загрузится, то есть, как обрабатывать ошибки загрузки патч-файлов. Я тоже не вижу примера, даже в спеке не вижу, но исходя из того, что здесь это описывается, и описывается в том числе, как корс, правила влияют на загружку патч-файлов, предполагаю, что они отдельными урлами должны быть. Ну вот, а где они указываются, тут непонятно, и в спеке есть только один пример, где указан, типа, фонд-фэмили, my cool-веб-фонд, дальше src, url, my-веб-фонд, otf, ну ладно, otf, а не f2. И дальше, сравнительно недавно появилась новая функция, тэк, тэч, в котором вы указываете фичу, инкрементал. То есть, допустим, вот прямо сейчас с помощью тэка можно, это такой способ определить, поддерживает ли ваш браузер цветные шрифты, например, и в зависимости от этого запросить их или не запросить. Ну, то есть, внутри функции src, через запятые, можно писать шрифты в разном формате. Так вот, раньше мы писали просто my-type, и считали, что этого достаточно, а теперь my-type недостаточно, теперь мы пишем еще технологии, потому что в одном my-type типа bv2 могут содержаться шрифты с разными технологиями. В частности, вот одна из технологий это цветные шрифты, другая технология это инкрементальные шрифты, и вот с помощью вот этой функции tag мы будем указывать, что вот этот шрифт, который мы запросили, он поддерживается инкрементально. Если ты его не поддерживаешь, скачай другой с набором технологий, который ты поддерживаешь. То есть, файлбэчность реализуется так. Но количество примеров очень маленькое, и где-то я видел в Мастодоне, я попробую найти, кинуть ссылочку на это все, где кто-то говорит, ой, классные инкрементальные шрифты, и на это все креслили, отвечает. Я написал explainer, типа, если вы что-то непонятно, задавайте вопросы. И он открыл дверку в ад, потому что я начну задавать вопросы. Мне дико интересно, как эта фигня работает, и я считаю, что explainer хороший, но недостаточно хороший. Можно сделать лучше, потому что вот я сейчас просто не понимаю, где урлы указываются, где примеры, как все хранится. Спека уже кажется хороша, что она не требует изменения сетевого стека, она не требует изменения бэкэнда, не нужно новую, не знаю, новую версию Минджинкса перекомпилировать с поддержкой инкрементальных шрифтов, вот это все, понимаете? Или дожидаться новой версии вашего апачи, или на чем у вас там все крутится, что это будет просто работать на существующем стеке. Просто нужно браузер обновить. Это уже хорошо, но нужно... То есть у подхода есть шанс. Повторюсь, это не то, что браузер уже послезавтра зашип, но хочется понять, как это работает, даже несмотря на то, что оно пока нереализовано, это мы использовать не можем, но это, во-первых, это позволит, как я уже в самом начале говорил, тяжелейшим, сложнейшим в CGK шифтам все-таки использоваться в вебе, а во-вторых, это позволит вот нам с нашими крошечными проблемами, власть слотильницы, кириллицы и другими европейскими языками, это позволит нам еще больше оптимизировать наши шифты. То есть можно будет сделать так, что еще круче и лучше, потому что, в частности, в X-Planer сказано, что у сабсеттинга есть проблемы и сабсеттинг не работает с вариативными шифтами, а инкрементальная подгрузка будет работать с вариативными шифтами, потому что в этих всех патч-таблицах можно указать что-то связанное с вариативностью, поскольку все это работает на бинарном формате и ну кажется, так проще будет работать, потому что сейчас ты не можешь, поскольку вариативность это фича open-type ты не можешь ее разделить на два разных файла, чтобы прям вот хорошенько сэкономить. Ну, в общем, будет хорошо, но нужно разобраться, как это будет работать, потому что дико интересно. Да, я пыталась какое-то в одно предложение это сформулировать, и у меня появилось ощущение, что примерно так, вот хочется инкрементальные шрифты, и очень хочется динамически патчить эти инкрементальные шрифты, сказать, о, подгрузи там мне еще, пожалуйста, парочку глифов, такое решение не имеет права на жизнь, вот эта вторая штука, которая была описана в эксплейнере, и не имеет она права на жизнь, потому что все сервисы крякнутся, потому что, ну, типа там, выгенеривать тебе динамический кусок патч для шрифта это тяжелая задача, которая, ну, типа, мало кто хочет. Плюс сама эта секшин, потому что если ты хочешь грузить набор динамических патчей, то количество потенциальных патчей бесконечно большое, и это значит, что ты это либо не закешируешь, либо твой кэш будет прям огроменный-огроменный. И в результате вот я на эту спеку смотрю, как на некоторую попытку вот поддержать большое количество гибкости, но дать, но все-таки сделать это статической штукой. То есть, если я правильно понимаю, у тебя, если ты хочешь, чтобы твой шрифт был инкрементально загружаемым, то тебе надо его правильно самому на кусочечки порез. Ну, естественно, там будет нужный тулинг для этого, но... Подготовить его, да, через автоматизацию. Да, но в результате ты получишь некую штуку, которая концептуально представляет собой набор субсетов шрифта плюс патчи, которые без этих субсетов не имеют никакого смысла, то есть, это не полноценные, там, я не знаю, четыре глифа приехало. И ты дальше можешь контролировать, как ты хочешь вот это все нарезать, и будет хорошо в какой-то момент. Посмотрим, посмотрим, как это будет дальше развиваться. Интересно, я просто пошел читать вашу спеку, ужасный аспект, и ничего не понятно. Я смотрю, у тебя лицо очень сильно такое посуровело, это такой, на что я смотрю? Нет, мы это не пропустим. Тут вообще жесть какая-то. Не, ну, мне понравилось, что некоторые моменты очень важные, про которые мы даже сейчас не думаем, здесь учтены в спеке, например, что делать, когда у вас, например, connectivity пропала с сайтом, а у вас там фонты инкрементальные, и у вас же может все равно, у вас же джесс-приложение, у вас же все равно может быть какая-то работа, и, например, могут появляться глифы, для которых до сих пор, например, нету символов в таблице, и как ему вот в оффлайн-режиме добрать этот патч. Ну, в том случае, если у него есть вот этот вот мэп, и он знает, что ему нужно добрать, и они здесь описывают, какой должен быть механизм, что типа в таком случае он каким-то образом должен забрать себе в оффлайновый кэш весь сабсет, и уже работать с ним локально каким-то образом. То есть тут абзац буквально маленький, но то, что они уделяют внимание в том числе таким кейсам, ну, это круто. А так, да, примеров, вот это пример спеки, в который очень мало примеров. Вообще обычно примеров достаточно. Тут прямо видно, что то ли работа недавно началась, скорее всего. Ну, это working draft на основе предыдущей версии спеки, из которого кучу всего выкинули, уже нерелевантного, и который прямо сейчас пилится, и ее совсем недавно опубликовали, буквально 9 июля, то есть совсем недавно. Ну, круто, круто. Ну, шрифты, это моя самая нелюбимая тема, если чем. Ну, если бы мы были в школе, у нас были бы темы, я бы сказал, что это моя самая нелюбимая. Потому что тяжело, сложно, неинтересно. Какая часть? Ну, слишком большая машинерия за вебом, потому что весь open type, это же не исключительно вебная история, она за вебом находится, просто ее веб поддерживает. И она вот всегда, знаешь, я знаю, что там в open type очень много есть фич, которыми можно, знаешь, индивидуально настроить отображение своего шрифта. Вот прям как ты задумал, и вот на этом знании все заканчивается, потому что, ну, по факту я никогда это не использовал. Ну, кроме дурацких лигатур. Есть очень страшные картинки на просторах интернета, где описано, как называются каждые фентифлюшечки, которые торчат из букв в шрифтах. И, ну, когда это вот comprehensive, ты на это смотришь и думаешь, а, нет, пожалуйста, я не хочу. И еще по поводу шрифтах, на самом деле, я бы плясанула, что это моя самая нелюбимая тема, потому что, несмотря на безумно крутое количество возможностей выравнивать элементы веб, вот если у тебя есть текст, и ты его пытаешься почему-то выровнять, это будет очень, очень больно. Если хочется, ну, прям вот. Поэтому вся история про то, что font-size, это не font-size, что line-hate, это не line-hate, кернинг, не кернинг, вот это вот прям такое ощущение, что они тут какими-то кусками веб-апи торчат и в CSS, но вот, возможно, не всеми, которыми нужно, или может быть каким-то лишним, поэтому, да, шрифты сложно. Но, как вы могли заметить, шрифты, это моя самая любимая тема, я люблю темы, типа шрифты, SVG, там доступность, еще что-то такое, темы, которые всем остальным не интересны, а мне интересны, потому что я в них это разобрался или просто копнул, и я радостно использую это свое преимущество, потому что всем остальным сложно, а я такой, хе-хе, мое. Да нет, все, что связано с интерфейсом, все, что связано с граф-дизайном и всем остальным, все эти пограничные штуки мне всегда были интересны, задавать сложные вопросы Крису Лиле, я все-таки нашел эту ссылку, и вы тоже задавайте, если вам вдруг непонятно. Там Вадим упоминал про, значит, эксперты, только мне интересно, и ладно, раз уж на то пошло, давайте про State of React поговорим, так как это, видимо, только мне интересно, вот, надо что-нибудь рассказать. Значит, вышли результаты State of React 2023, обратите внимание, 2020, не текущий, 2023. Соответственно, этот опрос можно посмотреть, потыкать, посмотреть, как там дела. Что интересного из этого вопроса? Ну, первое, это, конечно, демография, что React пользуются только мужчины, это замечательно. Вторая история, это про то, какие фичи наиболее популярны в React, и, на удивление, наиболее, ну, там очень интересно, там есть, значит, фреймворки, фичи, все такое, и среди всех, ну, в очень многих этих разделах на первом месте по использованию useState. Просто люди используют useStateHook, и этого им достаточно для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы работать с React. Интересно, что среди фичей есть очень популярный useRef, и это явно показывает о том, сколько странных вещей пытаются впихнуть в React, потому что обычно вы используете useRef, если у вас есть какая-то внешняя копирайтник и Тамара Хайка, и вот она там что-то делает, но вы хотите ее как глобальную переменную положить. На самом деле, useState для этого тоже можно использовать, поэтому, возможно, он на самом-самом первом месте, вот, но useRef моден, популярен и хорош. Вот, если смотреть на непопулярные фичи, про то, про которые никто не знает, я никогда не использовал, их две. Первое, это называется Taint API, и второе, это cache. Собственно, почему про них никто не знает? Во-первых, потому что они экспериментальными как были, так и остались. Во-вторых, первая фича, это про то, что вы можете ограничить, что вы запихиваете в React. Зачем ограничивать? Просто React может поглотить все. А второе, это cache API, который про серверные компоненты, так как серверные компоненты у нас могут работать только если у вас есть Next, и может быть, когда-нибудь в чем-то еще. В общем, именно поэтому такое. Люди про них не особо слышали и не особо используются. Я там пробовал найти Use Imperative Handle. Возможно, это слишком новая фича, но я его там не нашла, что довольно интересно. Use Imperative Handle это штука, которая позволяет вам весело с рефами играть. Вот. Дальше по поводу библиотек. Как я уже сказала, на первом месте почему-то ее стоит. Ну, типа ее стоит не библиотека, хотя, возможно, есть библиотека и ее стоит. Возможно, я отстала от мира React. Она выглядит как библиотека. Да, да. Это все в React выглядит как библиотека. Подозрительно. Вот. Что печального в разделе библиотек, печального в разделе библиотек суперпопулярен Create React App. Create React App это очень полезная штуковина, которая позволила забустить adoption React, потому что она позволяла вам создать React App, вот, но которая вот сейчас супер. Я не рекомендую ее пользоваться, вообще never ever. Поэтому, несмотря на то, что люди до и сих пор ее используют и, наверное, грустят при этом, лучше не надо. Но самый важный аргумент это то, что авторы не рекомендуют ее использовать и рекомендуют вместо этого пользоваться, например, VTOM. А вообще про Create React App мы как-то раз рассказывали, что там еще неоднозначно судьба развития этого проекта, потому что была идея его полностью перезапустить. Но вот очень давно это обсуждали, но с тех пор, по-моему, то ли никакого движения туда не было, то ли просто новостей до нас не доходит. Ну, все, отдаю слово, Полин, тебе давай. Мне кажется, если ты хочешь быть Outload, то используй React React, а Create React App и пусть будет немного больно. Вот. Но, тем не менее, конечно, конечно, не надо. В современном мире есть хорошие сборщики, VT один из них, и, наверное, это сейчас дефолтный такой выбор, когда вам не нужно много серверного рендеринга, VT хорошо. Вот. Дальше, собственно, State Management. И тут угадайте, кто самый топовый State Manager. Правильно, UseState. Ву-ху. Вот. Используйте люди UseState. Дальше в рейтинге State Manager довольно интересно. Во-первых, на втором месте Redux. Ну, я удивлена. Тут нужен кто-то, кто занял бы противоположную сторону. Вообще, учитывая, как популярно обсуждать State Manager, то, что самым популярным является Redux, это немного грустно. Так это же исторически сложилось. Он же был исторически первым таким вот большим, важным, а потом все остальные уже начали с ним конкурировать. Ну, то есть, просто написано на редакции или есть привычка пользоваться редакцией, ну, вот оно все и движется. Инерция. Ну, да, его в нужный момент продвинули, плюс в React есть даже специальная штука, которая называется UseReducer, которая говорит, посмотри, там вот есть более advanced. А может быть, я вам вброс сделаю? А может быть, не по этой причине, а может быть, как раз таки все связано с демографией? Что одни мужики используют React? Может быть, поэтому и редакции используются постоянно? Разнообразия не хватает? Да, мне кажется, что крутой, крутой выбор, это немецкий меня плохо, Zustand, да, Zustand правильно читается. Это Zustand с буквы C. Zustand. Zustand. Ну, не знаю, я очень много слышала правильных названий, вот если наша аудитория нам подскажет, как правильно назвать медведя с потенциальной балалайкой, то welcome, welcome. Вот это, в общем, потрясающий тип менеджер. Есть еще один очень популярный, который называется Redux Toolkit. Это, ну, только редакс, но, в общем, без боли редакса. Когда у вас вот это вот, типа, в чем проблема редакса, он очень многословный. И, соответственно, Redux Toolkit позволяет вам аккуратно порезать редакс на слайсы и что делает код на редаксе, ну, типа, у вас не течет кровь из глаз, когда вы его читаете. Простите, все, весь этот обзор очень субъективен, да, ну, вы уже, наверное, заметили. Окей, и последнее, это интересно, и про это стоит сказать, это про рендерер. Собственно, вообще React это не библиотечка, которая вам рисует интерфейсик в браузере. React это библиотека, которая позволяет вам сконвертировать что-то, какую-то структуру данных в какое-то представление. И, соответственно, в зависимости от того, какое представление вы хотите, вы можете использовать разные рендеры, чтобы его получить. Самый популярный, естественно, React DOM, это в браузере у вас React работает. Второй, это React Native, ну, про это тоже все знают, я про это говорить не буду. Вот, и там есть еще парочка прикольных рендеров, первый называется ThreeFiber, это рендеры, которые позволяют вам генерировать три JS-объекта в React. То есть, типа, вы описываете, там типа сцена, бежит человек, взрыв рядом, и у вас генерируется классная 3D-шная вебджельная штука. Вот, и еще один рендерер, очень классный React PDF. Кстати, никогда не использовала, возможно, надо это исправить. Вот, но, соответственно, генерировать PDF к React тоже, если хочется, то можно. Но и, по сути, можно вообще все, что угодно генерировать React. Были когда-то там проекты про то, чтобы генерировать React фигма-файлы. Я как-то писала кастомный рендерер, точнее, участвовала в написании кастомного рендера, API интересная. Слушай, скажи, а тут есть в этом опросе самые популярные UI-библиотеки? Вот ты сказала, что это просто рендер, да, React нам для этого нужен, но мы-то сообществом накрутили вокруг этого большие UI-библиотеки, большие UI-системы, как раз, чтобы было прям удобно пользоваться. Кстати, и у нас в чате патроны вот на этой неделе прям обсуждали очень много UI-библиотеки, как раз выбирали, какая же самая лучшая или, не знаю, или не лучшая, какую выбрать. В общем, ребята решали, вот новый проект, какую UI-библиотеку взять? Вот здесь есть какой-то такой опрос, типа, что самое популярное хотя бы в 23-м было? Да, тут есть, и самое популярное это Material UI, что на самом деле довольно печально. Ну, в том плане, что Material, конечно, неплох, но, типа, учитывая, сколько ему лет и насколько лагает твой веб-сайт, то, ну, камон, можно было бы придумать что-нибудь новое, более молодежное. Вот, а на втором месте React Bootstrap, о боже-боже-боже мой, вот, ну, то есть, типа Bootstrap приколен, он сейчас с нами, он просто на React. Есть Undesign, Undesign это очень известная, хорошая штука, им прикольно пользуются. Есть Radix. Radix это, наверное, мой топовый выбор, потому что эта библиотека позволяет вам, как бы это правильно сформулировать на русском, в общем, получить компоненты без стилизации, но получить компоненты, которые немножко, надо, в большинстве своем хорошо соответствуют стандартам accessibility. То есть, типа, если вам надо аккордеон, у вас будет аксесса был аккордеон. Надо картинка, будет аксесса. Вот, несмотря на то, что тут много-много всего есть, я бы, наверное, за Radix, за Radix голосовала. Он хороший, хороший, прикольный. Вот, еще есть чакра, вот, но у меня не то, чтобы много опыта с чакрой, я про это много не скажу. Ожидалось, что где-то будет что-то новое от Таиленда, но так как это старый, старый результат, это... Так, подожди, а вот этот Shad.ui, или как он? Shad.ui, да? Он же на Таиленде, он же использует Таиленда все внутри. Не, есть прям штука, которая сделана командой Таиленда, и вот я ожидала увидеть ее здесь, но мне кажется, что это не оно, оно как-то немножко иначе называется. Окей. Вот, и да, Таилвинд там тоже есть в разделе другое. Ну, типа, все используют Таилвинд, Таилвинд классный, хорошо. Слушай, я знаешь, над чем поражал? Я вот, ну, мы же всегда говорим, да, про этот опрос из веб-стандартов узнало 31 человек. Мы не говорили об этом. Короче, я поржал не над этим, я поржал над тем, что тут есть вопрос, какую версию React вы используете? Полин, 582 человека не уверены, какую версию React они используют. Это нормально? Это хорошо, я считаю. А зачем знать? Не, на самом деле, лучше знать, потому что новые React-плюшечки, они шипятся в новые React-версии и потом может быть очень больно мигрироваться. Но прикол в том, что React в каком-то, сейчас, в каком релизе, они сделали специальные улучшения для легкой миграции с одной версией на другой, поэтому сейчас это не так важно и, возможно, именно поэтому многие люди не знают. Но, например, в моих рабочих чатах я периодически вижу опросы, о, нам тут архитектуру надо заархитектурить, а какую версию React вы используете? Поэтому это имеет некоторое значение, небольшое. Вот это, да, это State of React 2023. Посмотрим, куда это все уйдет в 2024. Есть ли у нас какие-нибудь вопросики, на которые мы хотим ответить? у нас есть вопросик, который очень классно ложится в тему про шрифты, так что я надеюсь, наш слушатель Ром получил удовольствие от этой темы, но тема, тема-то говорит про будущее, а у Рома вопрос про настоящее. Собственно, Ром хочет узнать, что, как решить его задачу. В общем, хочется отдавать пользователям шрифты в оптимальных форматах, пользоваться Google Fonts не хочется, хочется селф-хостить. Был когда-то Google Web Fonts helper, нахер оку кто-то поднял с сайтик, который, по сути, предлагал вам все то же самое, что Google Fonts, похожий интерфейс, но предлагал вам потом скачать архив. Возможно, уже эту штуку подняли где-то еще, возможно, где-то есть какие-то инструменты похожие, но я никогда им не пользовался, я всегда пользовался конвертацией шрифтов самостоятельно. Какой workflow я могу вам подсказать, Рома? Если шрифт, которым вы пользуетесь, допустим, содержится на Google Fonts, вы заходите на Google Fonts и скачиваете его там вот прям вот в файл в формате OTF. Или если вам дизайнер дал шрифт, или вы где-то его там, не знаю, купили, вот ситуация похожая. Очень многие компании, которые продают шрифты или прям в интернете они выкладывают, предлагают вам готовые вов-файлы, этого недостаточно, они не всегда хорошо оптимизированы, они не всегда хорошо сжаты, там совершенно точно не используется абсеттинг, они обычно там по 300 килобайт и в общем-то большие там вообще все на свете, все, что вам никогда в жизни не понадобится. Поэтому, когда я беру шрифты, я действительно беру исходник OTF, беру библиотеку Glyph Hanger, которую написал Зак Лазерман. Эта библиотека по сути обертка вокруг разных всяких утилит, которые работают со шрифтами, в частности там PyFT Subset и вот это есть большой набор Font Tools, которые все это делают, а Glyph Hanger это по сути удобная обертка. И единственная сложность с Glyph Hanger, что для него нужно иметь Python, для него нужно вот это вот PyFT Subset, чтобы его поставить. Ну короче, там есть, его не запросто скачать, начать пользоваться. Нужно, чтобы у вас было подходящее окружение на вашей машине. Но если вы регулярно этим занимаетесь, если вам постоянно приходится работать со шрифтами, я рекомендую это все-таки разобраться с окружением, там есть все-таки инструкция, и последний раз, когда я с этим работал, у меня получалось сравнительно быстро. Я беру Glyph Hanger и там есть примеры опять же for command. И что я делаю? Я генерирую шрифт с латиницей, я генерирую шрифт с кириллицей, я генерирую шрифт с отдельной латиницей, с отдельной, с расширенной латиницей, с расширенной кириллицей. У меня обычно лежат, ну, дофига шрифтов, то есть, прямое начертание и его сабсета, italic начертание и его сабсета, bold начертание и его сабсета, а там bold italic и его сабсета, хотя очень редко в проектах приходится использовать bold italic. Ну и вот, я все это руками собираю, опять же, руками пишу файл с font-фейсами, и вот так вот сделаю. Очень часто я копирую со своих предыдущих проектов просто саму эту структуру, потому что у меня они все довольно-таки похожи. Ну я, в принципе, дам ссылку на файл шрифта, как у меня все устроено на моем сайте личном. У меня там есть и статические шрифты, ну и обычные шрифты, и вариативные шрифты там используются. Вы, в принципе, можете подсмотреть. А так, чтобы все это сделать, используйте glifhanger, разберитесь, как его поставить себе локально, и все у вас получится. Есть еще способы. Люди идут, открывают google fonts, ту ссылку, на которую они дают на css, и копируют его содержимое туда, и скачивают все файлы, которые там залинканы. Это плохой способ, потому что эту ссылку генерится конкретно для вас и для вашего браузера. Если у вас браузер, который что-то не поддерживает, или которым нужны другие файлы шрифтов, или там он не поддерживает все возможности с Unicode Range, там еще что-то такое, у вас, вам, Google не отдаст этот файл шрифта, поэтому вам нужно открыть во всех браузерах и скомбинировать это руками, проще руками написать. Ну а так, я надеюсь, появится, инструменты, которые позволяют все это облегчать, упрощать, по крайней мере, на основе Google Fonts. И если тот самый проект нахероку загнулся, может быть, есть альтернативы, кидайте ссылки в нашу почту или где вы там с нами общаетесь, если вы нас поддерживаете в чатик, в Телеграме. Ну а пока Глиффхенгер все эти годы мой любимый инструмент. Я рад, что Зак написал классную обертку. Да, я, наверное, добавлю своих пять копеек. Первое, это, я не знаю, жевали шрифтовая белочка, вот, но я, все разы, когда мне надо было, я использовала Fonts Curl, шрифтовая белочка, которая... Она устаревшая, и она делала всякую фигню по умолчанию, там она хинтинг включала, отключала и прочее. Она страшно пыталась пережимать шрифты, и у меня периодически были проблемы с ней связаны, поэтому я ее прямо сегодня не рекомендую. Но если у тебя есть приятный опыт работы с ней, просто мне кажется, это инструмент устаревший, это сайт, который работает на технологиях пятилетней давности, если не десятилетней, обвешанный рекламой. Да-да-да, он такой старенький, отдыхенький. Но он не обновляется. А вот Глиффхенгер, он прям последние практики. Мне кажется, ручками это делать все-таки более правильно, потому что если вы действительно заботитесь о своем шрифте, то лучше делать руками. Есть одна очень важная штука, на которую я хочу обратить внимание, про которую, блин, все забывают, почему я не понимаю. Рома, если ты решишь селф-хостить шрифты, убедись, почитай лицензию шрифтовую, потому что очень часто лицензия подразумевает, что ты, например, можешь использовать эти шрифты в своих презентациях, но ты не имеешь права хостить твой шрифт на сиденье, и за это, ну, соответственно, с тебя могут попросить какую-нибудь контрибуцию. Вот, поэтому когда вы работаете с шрифтами, надо помнить, что шрифты, это, ну, как и картинки, как и любой ассет, это вообще интеллектуальная собственность, и у шрифта есть лицензия, и если вы хотите этот шрифт распространять, а если вы просто положите этот шрифт к себе на сиденье, то вы его распространяете, убедите, что вы имеете право это делать, потому что может оказаться, что нет. И если вы получаете шрифт, например, от какого-то агентства, и они выгружают вам 4.tf файла, этого недостаточно для того, чтобы убедиться, что шрифт ваш. Вот, поэтому более того, если вдруг, не дай бог, вы решили использовать какой-нибудь классный шрифт, который вы скачали со странного ресурса в интернетах, то опять же убедите, что вы не нарушаете лицензию, потому что это важно. Есть очень важная лицензия, название которой я забыл, Open Font License, OFL, OFL называется, вот. Если вы хотите все открытые шрифты на Google Fonts и где угодно, чаще всего распространяют, это самая открытая и самая простая лицензия, поэтому если вы ищете шрифты, можете добавить туда аббревиатурку OFL и вы точно будете гарантированно, не будет у вас никаких ограничений. Ну, а так, покупайте шрифты и это вполне себе нормальный взрослый способ пользоваться тем, что вам нравится. С вами был 432 выпуск подкаста WebStandarte и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев, адепты древних технологий Полина Гуртовая и не только менеджер Алексей Симоненко. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ну и ждем ваших вопросов на подкаст webstandarte.ru Почта будет в описании. Мы обязательно ответим на самое интересное, вот как сегодня. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.